Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Успокойся. Милая, успокойся. Успокойся. Помнишь меня? Помнишь? Помнишь меня? Помнишь меня. Подумай обо мне. И мы будем вместе, ты и я. Мы будем вместе. Ты моя единая и последняя любовь. Помнишь меня? Вспомни меня. Помнишь меня? Помнишь? Помнишь? Ты моя единственная и последняя любовь. Помнишь меня? Помнишь? Стоп! Молодец, Андрей. Все, пока. Перезвоню. Перезвоню, давай. Молодец. Я чувствую, что-то не так, да? Да нет, все нормально, Андрей. Все нормально. Все хорошо. Да нет, ну, Харубин, я понимаю, он накосячил. Где? Фух, да. Андрей, ты прекрасный актер. Талантливый, востребованный. Ну, как-то вот с любовью что-то у нас не получается. Что-то вот не то. Почему? Ну, может быть, потому что я никогда никого не любил? Во-первых, я когда-то у кого-то не могу. Ну, пока. Я ведь не помню, пока, даже не то. Ну, пока. Ну, пока. Ну, пока. Ну, пока, пока. Ну, пока. Ну, пока, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Андрюха, Спакуха, эта роль твоя. Все. Ты просто не в курсе. Я пробу завалил. Я тебя умоляю. Какие в нашей стране могут быть пробы, старик? Это так все. Для галочки. Продюсер спит и видит только тебя в этой роли. Ты же у нас в списке 10 самых сексуальных мужчин в страны. А, ты там была? Нет. Ну, это женой. Да без тебя этот гранатовый браслет никто смотреть не будет. Ну, хватит. Ну, хватит. Ну. Ты гений. Талант. Ну, ты перебор. Ну, уже приятно, но... Андрей. Прости, пожалуйста. Сейчас. Мы вас так любим. А можно селфи? Да-да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Так. Ну, за твою новую роль? Самой прорыв. За то, что больше не пришлось играть ментов. Надоело. А я тебя представляю. В камзоле, в парике с кудряшками, со шпагой. Девочка моя, ну, какие кудряшки? Ну, это ж хупри, начало 20 века. Не кудряшки, а максимум усы. Ну, такие, конечно, усы. Но усы – это скучно. А давай свадьбу в замке сыграем. Ну, может, как-то попроще. Ну, быстрее распишемся. Там съемки начнутся, нужно будет отъезжать. Боюсь, просто времени не будет. То есть съемки важнее меня, да? Ну, эй. Ну, булочка моя. Для меня ты всегда будешь на первом месте. Прости. Агент. Да, а чего тебе? Кстати, подмечаем ролик как раз. Хочешь – подъезжай. Ну, ты чего себе возомнил, фигляр? Какая тебе Лида? Что, денег моих захотел? Я, вообще-то, сам неплохо зарабатываю. Для тебя. А моя Ридочка? Выдешь замуж за владельца транспортного холдинга. Это удобно. У меня аграрный сектор, но транспорт. А у нас любовь. А у нас бизнес. И не морочь ей голову. Ты все равно ее не любишь. Люблю. Не верю. Да мне как-то плевать. Может, Лида сама будет решать, с кем ей жить? Может, точно не вам? Заткнись. Здесь все решаю я. Короче так, тебе срок две недели. Или ты за это время будешь счастливо женат. Мне плевать, на ком угодно. Но только, чтобы моя Лидочка даже носом в твою сторону не повела. Или ни один продюсер тебе больше ролей не даст никогда. Лида. Я понял? Да еще. Если Лида узнает о нашем разговоре, у тебя будут большие проблемы. Это что за бред, а? Ты что этот лысый себе вообще позволяет? Он что думает, что может мной вот так вот распоряжаться? Мое почтение лучшим российским продюсерам. Здравствуйте. Да. Да. Что? Подожди. Ну, мы же кон… Ну… Да, конечно. Да. Хорошего дня. Что случилось? Ничего хорошего. Все, мой друг, не будет больше у тебя роли в гранатовом браслете. Теперь вообще ролей не будет. Нет, стой. Ты же сам говорил, что все уже на мази, что все уже решился. Ты с ума, что ли, сошел, а? Ты что, ты не понял, с кем ты связался? У тебя теперь не только ролей не будет, он на этом не остановится. Он тебя вообще с землей сравняет. Тоже мне герой-любовник. Какой бред. Какая-какая-то ерунда какая-то. Черт. Стоп. Есть у меня идея. Какая? Ну, вот. Смотри. Это кто? Это твоя жена. Будущая. Ой, это Надя, что ли? Надя, Надя. Я ее столько лет не видел. Пятнадцать. Ну, плохо сохранилось. Ага. Я уже про нее все пробил. При разборке Ромашкина. Не замужем. Детей нет. Социальный работник. Я думаю, проблем не будет. Думаешь? А? Да она вперед тебя в ЗАГС побежит, а? Старичок. Не знаю. Бред какой-то. Это не бред. Старичок, это не бред. Вот это все суровая реальность. Ты, кстати, ему еще спасибо скажи. Он за тебя все придумал. Ты спокойно себе женишься, а его дочка, назло тебе, выйдет замуж за его протеже. И все. Счастливо. Это вы ее характер не знаете. То есть, если что не по ней, то есть, она из одной вредности. Да. Ты в кино с ним освучишь? Хочу. Ну, и делай, что тебе говорят. У меня сейчас тачка на полировке. Так это же отлично, старик. Это же прекрасно. Поедешь, как все нормальные люди, на автобусе. Это для пиара просто муа. Народная история любви. Андрюша, а ты что задумался-то? Дуй в Ромашкин. Держите. Пожалуйста. Так. Держите. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Коленька, Коленька. Ну, где же ты, Коля? Я… А вот и я. Привет. Привет. Ты ничуть не изменилась. К чему эти дешевые комплименты, а? Ну, не знаю. Вы Надя? Да, я Надя. Вы Константин. Да. Подарок юбилярши? Я бы вам донес, но мне некое. Да я сама. Я помогу? Я помогу? Куда нести? Так, Надя… Машину. Ага. Надо поговорить. Нам не о чем с тобой разговаривать. Что, Надь? Что, Надь? Что, Надь? Весь город говорит о какой-то свадьбе. Я тут при чем? Я вообще не в курсе. Я в этом цирке участвовать не буду. Ты понял? Такие цветы юбилярши подойдут? Подойдут. Хорошо. Ой, Ромашки ее самые любимые. Андрюшечка, ой, как ты подрослел. Ой, какой красавчик. А ты меня, наверное, уже не помнишь. Марья Ивановна, как забыть первую учительницу? К тому же вы вообще ни на секунду не подрослели. Ой, шутник. Знаете, я так рада, ребятки мои, что вы снова вместе. Вы же с третьего класса ходили держать за руки. Когда свадьба-то? Да, Надь, когда свадьба? Ну, когда? Андрюшечка, ну-ка быстро в машину. Мне с тобой поговорить надо. Какая вы все-таки красивая пара. Спасибо. Еще одно слово про свадьбу и все идем пешком. Ясно? Как племянник ваш, кстати, не отозвался? Ну, вы не волнуйтесь. Я вас сейчас на юбилей закину и заеду к нему. Узнаю, что к чему и наругаю его за то, что он вас бросил. Я еще и добавлю. Спасибо. Пожалуйста. Знаешь, я все это время думал о тебе, вспоминал. Помнишь, как мы с тобой целовались в ромашках в восьмом классе? Не, не помню. Там, кажется, машина работает. Это у соседей. А помнишь? Коля! Ася! А ну-ка дай. Коля! Ася! Ты что делаешь, а? Что? Ты что себе позволяешь? Откуда ты взялся вообще? Свалился на мою голову? Может, я в Куприна играл, а там любовь, страсть, кома и... У меня вдруг вспышка и озарение. Я понял, что я только единственную жизнь такую ощущал, к тебе. А, да? Слушай, только я вот не припомню, в каком ты романе Куприна, герой впал в кому. Коля! Не знаю. Ася! А! Куприна! Это, наверное, фамилия какого твоего героя-мента, да? В смысле? Ну, ты репетируешь сейчас сериал. Ну, вот, там, наверное, твой герой, полицейский, впал в кому на пятнадцать лет, очнулся и вспомнил про свою первую любовь, да? А? Отойди. Вася! Ася! Где нет пульса? У нее пульс? Нет? Стой. Стой. Подожди. Подожди. Надо проверить. Может быть, он жив. Кровь подсохла. Они уже давно мертвы. Ну, а вдруг он… Затопчем улики. Понимаете, это просто не может быть самоубийством. Коля обещал Захарова отвезти на юбилей. Он не мог вот это вот все спланировать. Ну, подумаешь, и пообещал. Может, он тетку не хотел расстраивать? Да. Отличный способ поберечь старушкины нервы. Сто процентов суицид. Супруги надышались газу, направив шланг в салон и закрыв щели в дверцах изнутри. Тряпки со стороны жены на месте, а вот со стороны мужа мятые на полу. Капитан, очевидно, зачем вообще нужны эти тряпки? Там резинки в салоне герметичные. Кстати, классная деталь. Если бы я снимал сериал, я бы так же сделал. Ну, вот когда будешь снимать, так и сделаешь. У мужа, вероятно, сработал инстинкт самосохранения. Он вылез из машины, но упал. И ударился головой о металлическую трубу. А подняться сам не смог, потому что надышался. Далековато от машины лежит. Ощущение, что его либо бросили, либо просто положили. Вообще, как-то здесь все странно. Да. Ну, не мог он так самостоятельно упасть. Особенно, если он шел к выходу. Координация была нарушена. Из-за дыма не понял, куда шел. И рана не была причиной смерти. О, я сейчас вернусь. Дядь Бася. О, приехал, польмяш. А чего не завиделся поздороваться, пообрезговал? Я отпукал только что с вокзала. Ух ты, малой, я думал, ты все еще учишься. Уже отучился. Стажируюсь. Так, Боря, дай ему ключи. Не надо, давайте я в гостинице оставлюсь. Помнишь мой адрес? Да, но я лучше… Так, это не обсуждается. Боря, подожди. Тебе повезло. Очень странное самоубийство. Записки нет. Раскроешь – получишь новое звание. Чушь, это ж не сериал. У нас на земле не всегда записки оставляют. Давно ли ты на земле? Уже два месяца. Вот, а у меня опыт. Ага, сериальный. Ну и что, меня консультировали генералы и полковники. Ну, я тебе помогу. Надо было помогать, когда тебя просили. А теперь сам справлюсь. И вот, записку нашли. Предсмертную. Явно не просто так писали. На банковском требовании. Банки довели, больше так жить не можем. Да. Долги серьезные, сильно просроченные. Ну, все понятно. Чистое самоубийство. Собираемся, ребята. Вы что это, все так просто свернете и все? Вас не смущает то, что тело лежит противоестественное? Да так, так не падают. Явно сюда швырнули или просто положили. Дилетант. То есть, не будет расследования? Будет. И ты его проведешь. Вот, возьми телефон Аси, ребята его распоролили, изучи контакты и обзвони родных. Справишься? Пока, ребята. А тебя я жду. Угу. Как-то маловато контактов. Все по работе, работа, опять работа. О, чат с подружками. Сегодня буду умирать. Получается, что дядя Вася был прав? Отправлено и ноль реакций. Погоди, Лена? Вы сестра Лена? Ну, да. Слушай, Борь, ты Лене ничего не говори, ладно? Я сама и скажу. Хорошо? Конечно, не вопрос. И Захарова я тоже возьму на себя. Сам понимаешь, сердце у нее слабое. Ладно, давай. Пока. Здравствуйте. Мне нужен номер. Андрюша? Ты приехал? Жениться, да? На Наде? А я читала и не верила. Да, жениться. Мы знакомые. А ты меня не узнаешь? Странно. Я думала, первый поцелуй не забывается. Люда Горелова? Нет. На сколько дней вам нужен номер? На неделю. Оля Никифорова? Паспорт, пожалуйста. Дальность-то. Ну, ты не обижайся. Ну, это просто, просто столько лет прошло. Да кто ее такая, чтобы обижаться? На тебя и так тут полгорода зуб имеет. О. А можно поподробнее? Да те же Карповы. Вот, ну, не надо. Я дядя Вася с Борей увиделся буквально. Встретили, забнялись. А что же ночуешь не у них? Борика ненавидят, да? Ты же его тогда во ВГИК не протолкнул. Ну, какой из него актер? Он тот мент. Мент подавно. Так, не надо. Вот он может стать очень хорошим полицейским. Ира... Попова. Одноклассница. Псянчина. Ира Псянчина. Псянчина. Ну, конечно. Конечно. Ира Псянчина. Как ты жила все это время, Ирка? Слушай, Ленка, может тебе что-нибудь починить нужно? Мария, я могу. Не надо. Ну, ну, это хорошо. Ты знаешь, это хорошо, когда все, все починено. А то, знаешь, мальчишки, они же такие. Я вот тут это, подарки им принес. Передай. Даже можешь не говорить, что от меня. Мальчишки в школе. Я знаю. Я, собственно говоря, поэтому сейчас и пришел. Ты же запрещаешь нам общаться. И не жалею. Ленка, ты прости меня, идиота. Я ж вас люблю. И тебя, и внуков. Я ж вам не чужой. Нет. Ты хуже. Ты же всю жизнь жил только для себя. А сейчас сварился, как снег на голову. Отжал у Нади полквартиры. Живешь за ее счет. Почему я зарабатываю? Ой, не смеши меня. Тату-салон в ромашке не приносит доход? Немного. Но потом будет лучше. Потом ничего не будет. Потом ты свалишь, как обычно. Тысячу раз такое проходили. Забери. Лен, я уже отбивался. Нет, вас ничего не надо. Ленка, мы ж семья. Да никакая мы не семья. Пап, ну подожди. Зачем ты с ним так, а? Вот ваш номер люкс. Располагайтесь. Хороший номер. Да. Это для красоты. Да. Нормально. Лампочку заменим позже. Экран сильно не открывайте, а то сорвет. Слушай, Ир, ну хватит уже на меня дуться. Лучше расскажи, как ты живешь. Замужем, дети. А какая тебе разница? Ты же на Наде женишься. Не замужем. И что? Ох, Аська, Аська, да прощалась. Говорила я ей, беги ты от этого Кольки, беги. Плохо все это закончится. Слушай, а ты с ней встречалась? В чате же ответов не было. А ты думаешь, вот тварь, да? Подруга пишет, умираю, а не молчок. Ну да. Вот. Да не умирать она собиралась. Удирать она от Кольки собиралась. Чертова автозамена. Она никогда ничего не перечитывала. Удирать снова. Это что, не в первый раз уже? Да в сто двадцать первый. Стали мы ее спасать. Нет, поначалу бежали, конечно, вырывали. Нервы в себе потрепали. А она все прощала и возвращалась к нему? Да. Чувства вспыхивали вновь, жизнь била ключом. Ровно до первых побоев. Он что, ее бил? Да еще как! Тиранил. Дома запирал. Измены были. Она все терпела и молчала. От большой любви. Да уж, любовь зла. Да если б мы знали, что они... Что она... Нет. Аська б сама до такого не додумалась. Ее точно Колька заставил. Силой. А Кольку кто заставил? Банки? Коллекторы-то вроде сейчас налютуют. А это смотри, у кого занимать. У банков или у бандитов? Старик, ну я-то думал, что прямо с вокзала в ЗАГС, а? Тебя ж с цветами встретили. Ну, как ты умудрился все прошляпить? Ну, вот такой я гений. Она, знаешь, такая... Интересно, какая? Специфическая. Тоже знаешь, что побежала ее к меня в ЗАГС. Подожди, подожди. Ты что, ей сразу предложение что ли сделал? Типа того. Ой, ты что за дурак-то такой, а? Ну, сколько раз мне тебе надо повторять. Женщину нужно добиваться. Ну, я не знаю, ну, включи ты обаяние, я не знаю, там, шампанское, цветы. Ну, что, мне тебя учить? Да, вот давай не надо меня учить. Ладно? Как-то сам справлюсь. Я долго в этой дыре не выдержу. Так, что еще ты твоим подопечным? Молоко и три килограмма сахара. Ага. Слушай, Лена, ты помнишь, новость гуляла в интернете, что типа Андрей хочет на мне жениться? Он что, позвонил? Он приехал. Ну, надо же. Раньше только статьями ограничивался. Да. Так вот что, серьезно? Делает предложение? Я не знаю. Ну, это же здорово, Надя. Может, у вас все получится. Сомневаюсь, столько времени прошло, уже никаких чувств даже не осталось. А я верю. Первая любовь не умирает. Хватит тратить свою жизнь на подопечных. Соцработник не должен бабкам устраивать юбилеи. Продукты купила, привезла, нарезала, полы помыла, все. Лен, ну, ты же знаешь, что я так не могу. Ну, правда. Ну, представь, восемьдесят лет, юбилей у старушки. Она будет сидеть в одиночестве? Нет. Вот так хоть он с подружками со своими встретится. Может, последний раз, кто знает. Ну, выходи за него побыстрее, пока он не передумал. Ой, ладно. Пойду я мне Захарову забирать, она там, наверное, уже напраздновалась. Ну, надо подумать, как ей поделикатнее сообщить про Колю. Японские мотоциклы. А где Надя? О, артист. Ну, это смотря с какой целью. С матримониальной. Жениться хочу. Набор бабника. Банально. Ты этим, Надежда, не проймешь? Заходи. А… Обидишь мою дочку, я тебя убью. Не обижу, я ее люблю. Если б ты ее любил, ты бы ее в Москве не бросил. Это она рассказала? Нет. Нет. Это полиция так рассказала, когда ее в Ромашкин привезла. На сутки на вокзале прокантовалась, тебя ждала. Ты знаешь, что ее сутенеры чуть не похитили? Ленка пока ее искала, чуть не посидела. А ты… А ты… Вы… Чего на меня ругаетесь, а? Вас там не было. Вас вообще никогда не было. Не знаю, что все тут так серьезно. А теперь знаешь. Еще раз обидишь мою дочку. Да я понял, понял. Любишь ее? Ну, я же приехал к ней. Это верю. Мою девочку невозможно забыть. Хорошо. Сейчас я тебе ее найду. Сейчас, секундочку. Идем? Угу. Сейчас я закрою, не волнуйтесь. Марья Ивановна. Ага? Соболезную, конечно, в вашей утрате, но долг надо отдавать. Какой долг? Колин. Коля в морге, а вы живы. Значит, его долг переходит к вам. Престаньте сейчас. Что вы себе позволяете? Что? Что он такое говорит? Племянник, говорю ваш, Коля умер. Да замолчите сейчас же, она ничего не знает. Тише, тише. Коля в морге. Тише. Коля в морге. И Коля, и жена его. Успокойтесь. И вы, если мне долг не отдадите. Садитесь, садитесь, скорее. А, вы меня пугаете. Что вы, я просто за вас беспокоюсь. Ну-ка, рот закрой. Ну-ка, гадина, вали отсюда. Заткнись и вали отсюда. Ты ее угробить хочешь? Что вообще такая? Бессмертная, что ли? Пошел ты! Пошел отсюда, я сказала! Сволочь! Это ты убил Коленьку! А ну-ка, отстаньте! Сядьте, сядьте! Хватит! Хватит! Вы чего вообще? Мне же надо хоронить Коленьку и Асю. А денег нет. Коленька забрал их на инвестиции. Да на ставках он их потратил. А за долг обещал квартирой расплатиться. Какой долг? Кому? Жаркову. И очень много. Причем здесь квартира, если у него дом был? Бабкина, видимо. Сказал, мол, через полгода отдаст. Наследство, значит. Вы ничего не путаете? Ну, может, и путаю. Он с шефом разговаривал, не со мной. Шеф с ним лично встречался. Клиенты все на мне. А Коля этот, тот еще жук был. Сам влез. Коленька хотел продать мою квартиру. Держи. Боря! Боря! Прими заявление. Не прими меры. И не смей спускать на тормозах. Да что случилось-то? Коллектор мою Захарову чуть до инфаркта не довел. Захарову? Да! А ты что, ей рассказала про смерть Коле? Нет. Я оттягивала это как могла. Думала, доведу ее до дома, усажу старушку на диван, волокордина накапаю, скажу это как по-человечески, спокойно. А он выпалил все сразу. Еще и скорбил. Да кто он? Да кто, кто? Коллектор Жаркова. Выходит теперь, что Захарова в больнице, Ася с Колей в морге, а этот сидит, наслаждается жизнью. Слушай, не, ребята, это, это, это бесполезно. Жарков лично Захарова не прессовал, так что улик нет. Как всегда, конечно. А неужели так сложно одного барыгу посадить? Вы вообще здесь работаете или нет? Мы работаем, мы работаем. Просто Жарков очень ушлый человек, у него связи в мэрии. Знаешь что, Боря, я таких, как этот Жарков, десятками, черт, десятками ловил и на живца, и на… Есть сериал. Только в жизни попробуй сунься к нему, сразу с работы вылетишь. Сволчим билетом. Какой же ты трус, Боряка. Я не трус. Я отца подставляю. А я сам этого Жаркова поймаю и выбью из него всю правду. Улики не забудет добыть. Не забуду. Если уж на нашу родную полицию нет надежды. Нет надежды. Надя! Надь! Да, Иван Иванович. Да, миленький, я вам сейчас привезу хлеб, он у меня в багажнике лежит. Я просто не успела, извините, пожалуйста. Надя, я не понял. Ты куда сбежала? А заявление? А смысл в этом какой? С Жарковым надо лично встречаться. Ну а что, он тебе расскажет про все долги Коли? Нет, я хотя бы его попрошу, чтобы он Захарова не прессовал. Надя, я тебя туда одну не отпущу. Интересно, а то что ты сделаешь? Мешаешься опять и все испортишь? Так, а что я испортил? Вашу эту драку с коллектором? Да не дрались мы. А вот благодаря тебе, между прочим, Захарова сейчас в больнице. Из-за меня? А качок тут ни при чем? При чем? Но только я могла утешать бедную старушку, капать ей лекарства, а я вашу драку разнимала. Спасибо тебе огромное, без тебя мне будет как-то легче. О, знаешь что? Это мне без тебя будет легче. Есть вещи, моя дорогая, которые женщинам не надо соваться. Я пойду и по-мужски с ним поговорю. Давай, давай, знаешь где его искать? Он лично вот так вот с заемщиками не общается. Это с обыкновенными они общаются. Я приду в его контору микрозайма и попрошу контакта. Давай, тебе придется все эти конторы обойти, потому что ему ничего не принадлежит. А я обойду. Обойди. Давай. Я подаю. Все, пока. 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 Удачи! А говорят, что коллекторы их убили, а самоубийство инсценирули. Да нет, слухи все это. Отраление угарным газом ни с чем не спутаешь. Привет, пап. Привет, Володь. Привет, Володь. Здравствуй, доченька. А это видно невооруженным глазом? Да. Трупные пятна, что у Вася, что у Коли, они ярко-красные и слизистые тоже. А ты откуда знаешь? Я в морге подрабатываю. Ну, консультировал. А рано это на голове у Коли. Упал он потом как-то странно, будто его толкнули. Долги у них, говорят, какие-то были. Надя, потерпи немножечко. Завтра вскрыти. Может, оно покажет, что ребятам помогли самоубийца. Хорошо, потерплю. Спасибо за информацию. Я за что-то. Пап, я тебе тут ужин принесла, а ты, пожалуйста, поешь. Ладно? Не забудь. Смотри, какая у меня доченька заботливая. Вся в отца. Ты, я смотрю, тоже заботливый. Звонишь, спрашиваешь, что я, где. А потом раз, и Андрей передо мной появляется. Что за дела, пап? А чего, хороший парень? Очень хороший, только ты не сводничай, ладно? Он манипулирует и тобой, и мной. Ну, прости меня, пожалуйста. Я хотел как лучше. Извините меня, пожалуйста. Ладно, хорошо. Я тебя прощу, если ты поможешь найти Жаркова. А что его искать? Входи в ресторан. Любит, не любит. Ну, там Жарков и завтракает, и обедает, и ужинает. У него там свой столик даже. Ну, короче, я уже обходил миллион этих микрозаймов, и никто ничего не хочет нигде говорить про этого Жаркова. А потому что не тем ты занимаешься. Скажи лучше, подвижки с Надей есть? Провал с этой романтикой твоей. Слушай, у него что, одни старухи, что ли, на уме, я не пойму? Не только, но он на меня даже смотреть не хочет. Это плохо. Очень плохо. Ты так и завязнешь там в своем Ромашкине. Надо применить другую схему. Понял? Да к черту все твои эти схемы. Я просто пойду и честно ей все расскажу. Вот, 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 вот. Вот это правильно. И еще и денег предложи. Иначе это не сработает. За деньги сейчас кто угодно, что угодно сделает. Все, все, все. Перезвоню. О, артист. Какая встреча. Неприятная. Чувак, слушай, ну, пусти к начальнику. Поговорить нужно. О чем ему с тобой разговаривать? О мировом кинематографе. Босс каждый раз канал переключает, как тебя видит. Тоже мне звезда. Вали в свою Москву. А будешь и дальше копать под шеф. Уроем так, что Карпов не найдет. Парни, парни, все. Хватит, хватит. Тише. Сестренка, пора муж своих заводить. С ними так же весело. Нет, я лучше у тебя буду в аренду брать. Они такие мягенькие. Ты б хоть в люди выходила, что ли? Я вот как раз сегодня собираюсь в ресторан. С Андреем? Нет, с Жарковым. Что? Ну, ничего, по делу. Мне нужно узнать про Асю и про Колю. Не волнуйся, место людное. Со мной ничего не случится. Одна ты туда не пойдешь. Я лучше вообще тогда никуда не пойду. Защихачу тут всех и все. Все-все-все, парни. Давай, пока. Пока-пока-пока. Пока-пока. Алло, Ириш, привет. Слушай, а Истомин у тебя в гостинице остановился? Очень хорошо. Значит, его номер у тебя в базе есть, да? Ириша, выручай. Леночка пришла. Ты что, с мужем поссорилась? Я могу комнату освободить, там на кухне лягу. Еще чего. У меня в семье мир и покой. Ты зачем Наде Жаркова нашел? Ты вообще понимаешь, чем их встреча может закончиться? А если надо будет, я вместе с ней пойду. Еще друзей с собой возьму. Надя туда пойдет с Андреем. Именно поэтому я здесь. Да я не против этого Андрея. Он мне даже нравится. Я тоже. На, по-моему. Ам. Божественно. И когда это ты научился готовить? Давно. Я даже в ресторане в одном шеф-поваром работал. Ну, прям папка праздник. Да. Помнишь? Меня так... Меня так Надя в детстве называла. Ну, ты для нее таким и был. Заявился раз в полгода. Покатал на мотоцикле. Купил мороженое и сбежал. Да, ну... Ну да. А для нас с мамой это был как цунами. Появился внезапно. Без денег. Мать его обстирывает, кормит. Он с друзьями своими тусит. А потом, когда ты неожиданно исчезаешь, мы его долги выплачиваем. Ну, я не знал, что это все так было. Меня Ольга ни разу в жизни ни в чем не упрекнула. Да мама гордая была. И тебя любила. А я ненавидела. Потому что тебя никогда не было рядом. Никогда одноклассники травили. Никогда дома жрать нечего было. Никогда мама заболела, а потом умерла. И Надьку хотели в детдом отдать. Ты же даже на похороны не приехал. Прости. Я и не знал. Я на острове был. Там мобильной связи не было. Да не важно. У меня уже и ненависть это не осталось. Переросла. Ну и любви не жди. Пап. Ну что, всех подопечных я счастливила? Да? А ты что пришла? Проконтролировать, чтобы я в ресторан не сбежала, да? При чем тут ресторан? Бутик закрывается. Вот, распродают. Девочки дали мне право первой ночи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты что здесь делаешь? Ну вот, пришел переговорить к Жаркову. Цветы ему купил? Нет, тебе. Тебе цветы. Так, короче, ты мне очень нравишься. Ты классная. Я больше не могу тебе врать. Короче, я хочу тебе сказать всю правду. Ты тут полностью, вот от начала до конца. Давай. Отец моей невесты, ну бывший, невеста, он олигарх. Поставил условие, если я за две недели не найду, ну и не женюсь на ком-нибудь, то он меня бывший винтовский аниматограф. На ком-нибудь, да? Не, ну на тебе. На тебе, конечно. Я 15 лет все-таки нашу с тобой любовь пиарил как-то. Как красиво звучит. Пиарил любовь. Надь, мы взрослые люди, ну. Сейчас распишемся. А через полгода, если не понравится, просто тихонько, ну и разбежимся. Получишь пару миллионов. Здравствуйте. Держи. Какого черта? Приятного аппетита. Это вы убили Асью и Колю? Молчим. Хорошо. Давайте поговорим про квартиру, которую вам обещал Коля. Вы же знаете, я никуда не уйду. Если б я хотел угробить должника, я бы выбрал более наглядный способ. Чтоб другим не повадно было. Резонно. А квартира? Ну, квартиры я теперь не получу и деньги тоже. Накрылся долг. То есть, Коля хотел отдать вам квартиру своей тетке? Училки. Он мне четыре. Такие квартиры задолжал. Капают же проценты, капают. Звучит, как метров двести элитного жилья. Лофт. Двадцать, двести. Двадцать квадратов. Коммуналка в центре Москвы. Ее Аське родственница подписала. Два месяца назад померла она. То есть, в наследство Ася не вступила, а Коля его уже отдает? Ну, причем ведь с Колем? Мне Ася расписку написала. Получилось за мужа. Добровольно получилось, да? Прямо у вас на глазах. А то как же. Я ради этого исключение сделал. Лично встречался. Мне лишние проблемы с законом не нужны. И мы перестали их прессовать. И выждали полгода. Да. И дождались. А теперь, Вали, ты мне и на экране надоел. Кусо в горло не лезть. Захарову больше не надо трогать. Не палься. Это мой заместитель перестарался. Думал, огорошит бабку новостью. Она ему свои гробовые выложит. То есть, вы к ней больше не сунетесь? Я правильно понимаю? Пусть спит спокойно. Главное, чтобы вы спали спокойно. Приятного аппетита. Зачем ты меня посучил? Да. Возьмите, пожалуйста, Александр Ильич. Вот такая чудесная пара. Как приятно. А мы не пара. Надь, а ты красивая. Одевайся так всегда. Спасибо, Борис. У вас свидание было? С Жарковым. Ничего себе. Что сказал? Сказал, что Ася и Коль не его рук дело. Вот. Выписка Асиного наследства. Угу. Цена как пять квартир в Ромашкине. Ну, и кому это теперь будет принадлежать? Государству. У Ася ведь ни родни, ни завещания. У Коли только тетка. Получается, никто не заинтересован в их смерти? Да, самоубийство не планировалось. Ни родни, ни интересантов. Зачем же они это все сделали, Боря? Или не сделали. Я вообще не понимаю, зачем она пришла спасти мужа, если могла в любой момент сбежать. И начать жизнь заново? Угу. На Москве, на собственной жилплощади, да. Непонятно. Или это все одна большая подстава. Пойти на все условия Жаркова, усыпить бдительность Коли. Позже сбежать и опротестовать расписку в суде. Угу. В Москве у Жаркова нет связей. Могло что-то выгореть. Звучит музыка. Это мои вещи. Ну, кто ж творит? Твои. О, дядя Вась, здрасте. А вы что здесь делаете? Нет, да ты мне скажи, что ты делаешь гостиницу при живых родственниках. Ну, просто тут проще репетировать. Я когда текст учу, я могу плакать, кричать. У меня соседи вешиваются. Это ты мне честно скажи. Может, я тебя чем обидел? Просто мне неловко. Может, я тогда просто в гости как-нибудь заеду, ну? Нет, послушай, это не обсуждается. Что люди скажут? Начальник полиции не приютил родственника. А как я умреть, что какие-то там люди скажут? Это, типа, в Москве нет разницы. А мне здесь жить. Да, Ленка, это была, конечно, отличная идея прислать Андрея в ресторан. А что? Я бы на твоем месте и поужинала бы, и время хорошо провела. Угу. Он мне предложил фиктивный брак. Ну и что? Вот вечно ты со своим максимализмом, а? Кто-то вот мне говорил про первую любовь. Что она не умирает. Не помнишь, кто? Не умирает. И почему бы тебе не выйти замуж за Андрея? Ну, пускай фиктивно. Уехать с ним в Москву, развеяться. То есть продаться? Подработала б женой. Ладно, все, закрыли тему. Ты вот мне лучше скажи, могла Ася Колю со своим наследством подставить? М? Не. Аська бы до такого не додумалась. Ну, характер такой у Аськи был, понимаешь? Слабый, ведомый. Значит, точно появился тот, кто ее повел. Вот что. И этот кто-то не из Ромашкина. Иначе бы слухи пошли. Может кто с работы? Она же на удаленке вроде была. Да? Ну, раз в неделю-то ездила в Москву, в издательство. Она же этим работала, корректором. Так, так, ну-ка, интересно. Ну, может она рассказывала что-то про коллегу какого-то? Или может у нее там любовник? Любовника? Нет, про любовника я не слышала. Про редактора одного говорила. Очень профессионального. Так, и кто это? Ну, не говорила она там, мужчина, женщина, молодой, старый. Да не знаю я. Издательство, форматы, колонтитулы. Не мое все это. Да. Интересно. Привет, пап. Ой, красивая какая. Когда свадьба? Никогда. Не будет никакой свадьбы, пап. Я же тебе говорила, Андрей манипулятор. Он меня не любит. Вообще никого не любит. Вот японский байк. Это надо было так вот обмануться в человеке. Ха. Он актер, профессиональный. Доченька, а если вот все совсем не так, как ты думаешь? Вот если эти манипуляции, это и есть актерство. А на самом деле он тебя очень крепко любит. Конечно. Столько красоток за ним ухлёстывает. А выбрал он именно меня. Да, пап? Да. И это не удивительно. Потому что ты у меня. Настоящая. Пад! Йога! Пад! Что? А? Пора на охоту. Какая охота? Такую рань. Дома выспишься? Дома без этого съемки. Ха-ха! Завтрак на столе! Может, с нами поедешь? Не могу. Я за Захареву встречаюсь. Захаров же в больнице. Да, но кризис миновал. Врачи мне разрешили пообщаться. Ну вот, завтра пообщаешься. А сегодня законный выходной, этим надо пользоваться. А если она умрет? Она же старая. А мне и ключ надо от Колькиного дома отдать. В смысле? То есть что, второго обыска не будет? Угу. То есть, подожди, а есть там какие-то важные доказательства? Угу. Ты ешь давай, а то утки заждались. Сядь Вася. Ну? Давай я не поеду на охоту, а? А это что за каприз? Не, ну просто не хочу я в животных стрелять. Уточку жалко. А колбасочку тебе не жалко? Это другое. Как ты городской ничего не понимаешь. Один раз выстрелишь и затянет. Вот. Именно с этого мне надо начинать. Да все так говорят, а потом за уши не оттянешь. Ты ешь, ешь давай. Я и ем. Да ты быстрее ешь. Нам к вечеру успеть надо. Родня приедет, хоть увидишься. Наконец-то. А завтра с утра мы поедем по гостям. Стоп, стоп, стоп. И что родственники? У меня и так весь день расписан. Не отвертишься. У папы на звезду большие планы. Так, Борька, будешь нагнетать, с нами поедешь? Я, слава Богу, не артист. Пока. Ладно, ты давай ешь, а я тебе пока про родню расскажу. Дядя Васильевна, я сейчас Боре два слова скажу, ладно? Где я сейчас? Нет, подожди. Я сейчас вернусь. Я вернусь. Я вернусь. Буквально прошло. Малой, заводи! Надюш, а Шарков точно не вернется? Не вернется никогда, даже не переживайте. А правда, что Коленька не мою квартиру хотела продать? Нет, это было Ася на наследство. А я вам песенов принес. Спасибо. Это в акте распишитесь, пожалуйста, вот где галочка. Ага, спасибо, ребятки. Спасибо, что бы я без вас делала. Я же думала, что у меня, кроме Коленьки, никого нет. Ну, как нет-то? Вы же мои подопечные теперь. Ну, все. Спасибо. Да, и похоронами, Аси, Коли, мы поможем. Спасибо. Мой Коленька был патологически ревнив и жадноват немного. Но я в их дела не лезу. Ася ничего не рассказывала. Нет. Правда, недавно ныла, что стройматериалы пришлось самой выносить. Она, мол, Коленьку просила три недели. Мы обязательно найдем того, кто виноват. Слушай, знаешь, зря Мария Ивановна так не любила Ася. Хорошая хозяйка, все на местах чисто. А может, это Коля постарался? Ха-ха-ха. Нет. Коль был раздолбаем. Смотри. Вот это бардачина. Подожди, а почему это не в аптечке? Фенобарбитус. Это снотворное. Что, Коля страдал бессонницей? И скрывал это от Ася. В аптечке вообще снотворного нет. Надь! 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 Надь, мы тут вроде кое-что нашли. У тебя как? Да никак. Я пытаюсь представить себя на месте Аси. Как бы я себя повела? Которая хотела убежать от Коли. Да, я бы собрала вещи заранее и где-нибудь спрятала. А в то место, откуда можно было бы быстро их забрать. Например, в теплице. В теплице там нет. Я уже все обшарила везде. А может, в мусоре? В мусоре? Ну, это как-то странно. Противоестественно. Там отходы. Да. Может, она вообще не хотела удирать? Может, Коля ее уговорил на этот суицид, а она была в депрессии? Да то, что она была в депрессии, это уже давно понятно. Куда вот она вещи делала? Давай я простыню на стол уберу. Так, если Коля за ней все время следил. И что? Значит, она спрятала вещи с белье или в таз с бельем. Ага. Значит, они где-то здесь. Значит, они точно где-то здесь. Вот я туплю! Ты помнишь, Захарова нам говорила про то, что она просила Колю выбросить стройматериалы. А потом сделала это сама. Нашла? Что там? Ого! А я так смотрю, Ася восстановательно готовилась к своей новой прекрасной жизни. Да уж. Потом покончила с собой. Как-то странно. Разве такое бывает? Ладно, убедили. Не самоубийство это. Теперь есть доказательства. Для Аси с Колей там все сложнее. Коля покончил с собой и заставил Асю сделать то же самое. Чтоб, не дай бог, к редактору не убежала. У нее у этих редакторов, этих штук десять у Аси. Все из разных издательств. Только все переписки сугубо официальные. Ищи. Там что-то должно быть обязательно. Дармира. Да препарат какой-то. Дармира, что это? Скорее всего, снотворные. Что Дармира, это на французском спать. Я на испанском тоже. Они что, оба страдали от бессонницы? И оба втихаря? Подозрительно как-то. Слушай, у меня есть знакомый врач, надо у него спросить. А нам с тобой, по всей видимости, придется ехать в ее наследную квартиру. Да, потому что дома она ничего личного не хранила. Спасибо, Коля. Может, махнем прямо сейчас? А? Да ничего не случится с ними, подопечные, до завтра. От сегодня к вечеру мы раскроем дело. Ну, алло. Я не могу людей подвезти, они меня ждут, понимаешь? Ух ты. Алло. Я подъезжаю. Куда подъезжаю? В Ромашкин. Вызвалять тебя из этого болота. Встречай на подъезде в город. Подкинешь меня? Ну, я же говорю, у меня дела. Хорошо, тогда какой точный адрес, куда мы едем? По коням? По-по-по-по, пошел. Эй. Привет. Здрасте. Прошу меня просить за беспокойство, но нам нужно с вами обсудить одну проблему. Слушайте, у вас одна проблема, у меня двадцать одна. Мне надо окна помыть, мусор вынести. Надя, познакомься, это мой агент, друг это Иларион. Здрасте, Иларион. Надежда. Надя, дело вот в чем. Мне сегодня нужно быть в Москве и желательно вместе с Андреем. И для этого вам нужно… Мне не нужно. Вопрос со свадьбы закрыт. Мы уже все с Андреем решили. Я удивляюсь, почему ваш друг вам об этом не сообщил. Так ты что, ей ничего не сказал? Извини, старик, но я должен сказать ей правду. Надя, дело в том, что он, наверное, не хотел вас расстраивать, но он в очень, в очень большой опасности сейчас. Понимаете? Подождите, он мне говорил, что это там с карьерой связано. Надя, при чем здесь карьера? Его жизнь в опасности, понимаете? Жизнь. Не хотел вам говорить, но Сергеев это очень и очень опасный человек. У него в городе все схвачено. Если вы не знаете, я скажу. Дело в том, что его, одним словом, бывший ухажер его дочери, его нашли в Москве реки. С камнем на шее, вы понимаете? Да. Другой, ну, якобы покончил с собой. Третий, якобы разбился в автокатастрофе, но это не так. И я очень сейчас беспокоюсь за Андрея. А вы? Я тоже беспокоюсь. Мам. Вы можете представить, что человека могут убить из-за какого-то штампа в паспорте? Ну, ладно. Ну, что ж, давайте поженимся тогда. Ага. Когда в ЗАГС надо идти? Наденька, сейчас. Хорошо, я руки только помотю. Конечно. Так нельзя. Тут прям перебор, прям перебор. Тихо, тихо, тихо. Зато сработало. Старик сработал. Ну, ладно. Учись. А то дню не распустила любовь, морковь. А так, смотри, как надо женщин уговаривать. Учись, Истомин. Здорово, да? Как же ты сам-то до этого не додумался, а? Надя… Хватит. Все. Все-все-все. Разговор окончен. Надя, ну… Ты же говорил. Черт. Ладно, не паникуй. У меня есть план «Б». Ну, смотри, срочно должен найти любых своих старых школьных знакомых. Понял? А зачем? Зачем? Чего ты тупишь-то? Меняем невесту. Понял? Да, да. Скажем, Наденька, это как бы был псевдоним, чтобы журналисты не разорвали перед свадьбой. Главное, старик, ну, думай, думай. Главное, чтобы без штампа в паспорте. Есть? Да. Ну, вот, вот. Она никогда не согласилась. Еще как согласиться. Типа, ты приехал к Наде, но встретил вас и вспомнил ваши первые поцелуи. И он понял, что хочет связать с вами всю свою жизнь. Хватит меня тут разводить. Андрей, тебе нужен фиктивный брак? Девушка, а вы догадливая. Да, нам, ему очень нужен фиктивный брак. Ну, помогите. Без проблем. Перевози меня в Москву, квартиру в собственность и в месяц, ну, тысяч триста на булавки. И хоть завтра в ЗАГС. Нет, подождите. Завтра не получится. Мне нужно еще подготовить прессу, составить какой-никакой брачный договор. Ну, и потом. Ну, давайте как-то обсудим реальную сумму. А что тут нереального? Я знаю, сколько актеров зарабатывают, сесть в интернете. Слушайте, девушка, мы вообще-то не в Голливуде и… Так себе аргумент. Еще скажите, что он меня любит. Нет, ну, он любит. Нет, по-своему, ну, любит. И еще я хочу свидания сегодня вечером. В ресторане. Ты ведь мне еще в школе обещал, я не забыла. Я ведь всю жизнь тебя помнила, Андрей. Ушлая девчонка, а? Ах ты. Ну, ладно, ничего-ничего. Цены мы сбавим. Зато теперь за тебя я спокоен. Значит так, а сможешь я в ресторан и через неделю… Ты меня слышишь вообще, нет? Нет. Что? Нельзя так. Ну, нельзя жениться на ком попал, это себя не уважать. Ой, ой, ой. Ради карьеры можно и нужно. Все. Я поехал. Черт. Люблю я эти городки, а. Один въезд, один выезд. А главное, такой народ доверчивый. Эй, ты че? Обалдела я? Тебя чуть не задавила. Чуть не считается. Ты че, совсем обнаглял? Ты куда залез-то? Ты ж в Москву едешь? Я с тобой. Я с тобой никуда не поеду. Так, это работает? Нет, это… Не работает. Ну, ладно. Выметайся, я сказала. Выметай. Выходи из машины. Пристегивай слон. Все. Все. Выметайся, я сказала. Хорошо, давай так посидим. Ты че, серьезно, что ли? Хорошо. Сиди тут один. Выходи из машины, я сказала. Выметайся, я сказала. Ты определись, мне досидеть или выметаться? Слушай, пожалуйста, я прошу тебя по-человечески, выходи. Мне до утра еще вернуться надо, ты понимаешь? Вот тебе необходим второй водитель. Я тебе помогу. Поехали. Ты потеряешься в Москве, она огромная. А я ее знаю, как свои пять пальцев. Хочешь, тебе экскурсию проведу? Мне не нужна никакая экскурсия. Твой агент уже целый спектакль передо мной разыграл. Хорош уже! Выметайся! Да! Ладно. Ты права. Поезжай одна. Как бы мы с тобой не ссорились, расследование страдать не должно. Да. Погода что-то портится. Вижу, ты хороший водитель, прям так очень ровненько. Верешь? Да, у меня опыт большой. Я же все время стариков вожу своих подопечных. У них кости хрупкие, поэтому приходится аккуратно. Слушай, Надя, я не хочу тебя больше мучить всей этой историей со свадьбой. Знаешь, короче, все, я нашел тебе замену. Все. Здорово. Ну, и кто она? Ну, вот эта, администраторша из гостиницы. Юлька, наша одноклассница. Помнишь? А, Иришка-то? Псянчина? Угу. Удивительно. И что, она просто так согласилась на эффективный брак? О, с радостью. А, да? Здорово. Угу. Слушай, мне очень жаль, что тогда я в Москве тебя не встретил. В вокзале. А, да... Все нормально. Я же понимаю, что это все дела, заботы, там... Занят был, забыл. Да нет. У меня экзамены были. И мама тебя должна была поехать встретить. Ну, видимо, не доехала. Она просто с самого начала была против, чтобы мы были вместе. И вот и не встретила. Ну, ты же даже не позвонила. Ну, как бы... Ты знаешь, у меня телефон тогда украли. А номер твоего московского я не знала. Вот и не позвонил поэтому. Ну, хотя бы дадили какого-нибудь, я не знаю, интернет-кафе можно было. Я не могла. Я не могла уйти. Понимаешь, я думала, что мы с тобой разменемся. Я стояла, ждала тебя. Думала, я сейчас отойду, ты придешь, а меня нет. Что мы делать будем? Вот и стоял так до вечера, а потом меня с вокзала забрали. Вместе с бомжами и сутенерами. Я, как ириотка, тебя в обезьяннике потом ждала. Знаешь, я тогда думал, что, может быть, и правда, неплохо, что ты не приехала. Я просто тогда увлекся одной московской там девочкой. Ну, вполне ожидаемо. А я вот все 15 лет воображала, как ты будешь прощения просить. И даже не ожидала, что так будет. Как? Что мне будет все равно. Вот оно, все личное Асина пространство. Да. Коли тут и не пахнет. Как жалко Асю. Такая хорошая девушка. Старушку часто навещала и после ее смерти заходила. Заходила? С мужчиной? Ну, я свечку не держала. Погодите, это я понимаю. Нам найти его надо, понимаете? Может, он на похороны приедет. Да, я думаю, я всего этого хотела. Очкастый, прилизанный шатен. Поэт. Он мне-то не женку с автографом обещал. Неделю назад здесь были. Очкастый шатен. А… Ася люби всей моей жизни. Мы скоро будем неразлучны. Зобов Александр. Сборник стихов. Зобов? Ну, в почте у Аси был какой-то Зобов. Редактор, что ли? Да. Саша! Здрасте, это я вам звонил. Здравствуйте. Здрасте. А вы Андрей Стомин, да? Я ваш фильм увидел. И этот последний сериал… Не помню. Александр, крепитесь. Ася умерла. Умерла? Как умерла? Самоубийство. Предположительно. Вместе с мужем. Задание… Не может быть. Секундочку, я сейчас… Возьму сянуку. Простите. Угу. У вас что с ней было? Роман? Это был не роман. Это была любовь. Настоящее чувство. Умерла. 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 А если меня бросила… Давно. А как давно? Она вернулась к своему мужу? Что он ее довел? Он ее любил, знаете, в курсе? Да. В курсе. Она его любила. Вот за что, скажите, почему? Почему нормальным мужчинам женщины отказывают, а убирают? Александр, вы держитесь. Я любил ее. Знаете, когда мы расстались… Я такое переживал. У меня приступы начались. А к врачу не пробовали обращаться? Я позавчера был в поликлинике. Весь день в очередях. Лучше бы я к Каське поехала. Я бы спас ее. Спас. Извините. Я, чтобы я ищу. Лучше бежать. Я ее убирал. Рисанее это не так. Ух ты. Все он решал. Да, сейчас вы произошли. Лучше бежать. Тихо, линия. А-а-а-а. Уф! 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 Снотворная. Надя, снотворная! Асю, Коля, я поеду снотворным. Понимаешь, что вам она не сопротивлялась? Подожди. Какое снотворное, которое в ящике с инструментами нашли. Да. А еще в какой-то сумке лежало. Потом разберемся. Так, он ее сонную притащил в машину и пристегнул ремнем. Да, чтобы она никуда не вышла. Да. Но он потом туда сам сел и тряпками все заткнул. Да, там тряпки были. Ты помнишь тряпки? Да. А потом у него сработал инстинкт самосохранения и он дернулся из машины. Ася, он такой возможности не оставил. Выбежал он наружу. И что дальше? Дальше не знаю. Должен там быть кто-то третий. Ну кто? Коллектор? Зачем ему это нужно? Не знаю. Может кто-то из соседей случайно забрел? Ага, и ударил Колю. Может грабитель? Или, ну, хотя бы Саша. Да. Он не врастенник, но очень странно себя вел. Слушай, а он когда узнал про смерть Аси, он сразу начал, по-моему, про свои болячки рассказывать. Нет, он стал рассказывать про поликлинику. Мы же не говорили, что Ася умерла позавчера, а он прямо специально алиби подсобовал. Точно, алиби. Он придумал себе алиби. Значит, он заранее знал про смерть Аси. Ну, спрашивай. Что вы скажете об этом? Лучше ты расскажи, где ты их взяла. Это ребята все утро в морге обсуждали. Это в сумке у Ася, а это в инструментах у Коли. Интересно. Ну, слушай, оба это снотворные, но разница большая. Дармира легкая. И двух таблеток хватит, чтобы взрослый человек Максим уснул. А вот этот Колин фенобарбитоз? А это уже тяжелая артиллерия. Если кто-то принял все то, чего здесь не хватает, то... Он не скоро проснется, да? Если вообще проснется, то же ответ зависит. Ну, это теперь самое главное. По результатам вскрытия в крови у Коли обнаружена капелька Дармира. А вот у Аси просто лошадиная доза фенобарбитоза. То есть, получается, Ася, чтобы Коля ее не остановил, подсыпала ему пару таблеток этой Дармиры, да? А Коля, заподозрив, что она сбежит... Вырубил ее фенобарбитозом и растворенным в кофе. Ну, если они уснули вдвоем, значит, убил кто-то третий, получается? Не-не, уснула только Ася. А у Коли была заторможенностью. Ну, конечно, у нас есть вакансии. А вы точно хотите в соцработники? Хочу. Угу. И вы знаете, какие у нас зарплаты, да? Да. Деньги для меня не важны. А. Так вы волонтер. Доброволец. Ну, прекрасно. Можете приступать. Отлично. А дадите мне расписание Наде? Запросто. Так, вот, пожалуйста. И тут у нее первым номером дед Григорий. Это, кстати, наш фронтовик. Угу. Ну, отлично. Давайте адрес. А здесь вот весь список и адреса. И, кстати, сходите-ка на экологическую акцию, пусть будет парк на пустыре. Ну, ее проводит Надя. Но я вам об этом ничего не говорила. Спасибо. Пожалуйста. Только если ты обидишь нашу Наденьку, то знай, у дед Гриши на чердаке трофейный пулемет. Ну, вот. Как я и говорила, процедура будет не сложной. Угу. Да? Отдыхайте теперь. Хорошо? Ложитесь отдохнуть обязательно, ладно? Угу. Ну, и что ты тут делаешь? А? Ну, как? Я людям помогаю. Не знаю. Мне… В кайф. Дрова не колол. С детства. О, а я тут по твоей наводке. Короче, этот рифмоплет московский в тот день был здесь, в Ромашкине. То есть, он наврал, да, про поликлинику? Наврал. Его машину камера зафиксировала при въезде в город. Так при въезде? У нас тут не Москва. У нас тут камер на каждом углу нету. И тем более вот в частном секторе. А в центре? А до центра вот он и не доехал. Его засекли вот здесь, на соседней улице. Понятно. Номера-то хоть запомнили? Частично. Но можно опознать по наклейке. Там Пушкин собственной персоной. И по мужику за рулем. Похож на Сашу, да? Ага. А тут еще недавно вот дом обокрали. Народ бдит. Так. Ну, что-то вырисовывается. Спасибо тебе. Надо бы, конечно, этого Сашу сюда, в Ромашкин, пригласить к свидетелям. Может быть, они его узнают. Кинешь повестку ему? Не могу. Отец не разрешит. Я же еще бумажки не подписываю. Алло, Александр. Андрей истом беспокоит. Привет. Есть новости. Полиция закрыла дело о смерти Аси и Коли. Это суицид двойной. Нет. Ася убил Коли. Я убежден в этом. Заказательств никаких нет. Слушай, сможешь приехать на ее похороны? Там гроб помочь нести и так далее. Не знаю. Если приступа не будет. Саша. 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 У нее, кроме тебя, никого не осталось. Понимаешь, Ефим? Просто... Некому с ней попрощаться. Я... Я не уверен, но... Я постараюсь. Трубку не берет. Он уже на полчаса опаздывает. Может, в последний момент испугался? Мама. Его тачка? Ага. Чего это он оттуда едет? Ну, сейчас узнаем. Здравствуйте. Вы оттуда вон приехали. А что? Так навигатор вел? Да, обычно просто через другую дорогу, там, где дерево упало. Все неместные постоянно в него убираются. Ну, да. Да. А вы были у Аси, да, раньше? Нет. Понятно. Ну, пойдемте. Поможешь мне козла поставить. Гроб? Пойдемте. Заходите. А... Знакомое место? Ну, давай. А где я? Признавайся. А в чем? Ну, как в чем? Как ты убил Асю. Асю? Асю, Асю. Я не ее. Ее я не убивал. Ладно, вообще, вы не имеете права меня здесь удерживать. А я тебе расскажу, как ты убил любовь всей своей жизни. А как? Ты ждал ее в машине. Неподалеку. Долго так ждал, да? А потом почувствовал что-то неладное, подошел к гаражу. И здесь унюхал запах выхлопа. Нет. И метнулся внутрь. А отсюда на тебя выпал Коля, который был под снотворным. Он не рассчитал. Нанюхался этой Гарри больше, чем предполагал. А ты все понял. Затолкал его обратно и избил. Нет. Нет. Я просто толкнул его. Бы. Толкнул бы. Ладно, знаете, вообще, я в Москве был. Феерический трус. Ты увидел кровь, которая вытекала из головы Коля. И испугался. И выскочил из гаража и закрыл за собой дверь. И сбежал из города. Да? Нет. Ты хоть бы скорую вызвал. Хотя бы анонимно. Анонимно? Анонимно. Какая анонимность? Вы понимаете, что скоро они даже все звонки записывают? Анонимно. Об этом ты подумал? Нет. О том, что твоя любимая женщина умирает? Не подумал. Да ты мог ее спасти. Ты еще обоих мог спасти. Эта машина? Стопудово эта тачка. Наклейка та же. И четверка в номере. Я больше мужика запомнил, который в ней сидел. Да ты убил ее. Ты мог хотя бы не закрывать дверь. Ты хоть пульс у нее проверил? Вот. Я проверил, проверил. Не было, не было, не было. Да ты убил ее своей трусостью. Ты оставил ее умирать. А мог спасти. И ее, и Колю. Обоих спасти. Ты хуже Коли, если до сих пор не признался. Вот вы. И вы. Вы же ничего не докажете. Ладно. Я не настоящий полицейский. Я не могу тебя арестовать. Если твоя совесть тебе позволит, уходи. Иди, иди. Живи счастливой жизнью, если сможешь. Спасибо. Пожалуйста. А вот он настоящий полицейский. Это тот самый мужик. А мы тебя так долго ждали. Вот эти твои признали. Понял? Нет, я не виноват. Виноват. Она уже была мертвая. Их бы не спасли. Я не виноват. Нет. Пошли. Вот, Боря, ты хотел актером стать. Завидуй молча. Андрей, а можно селфи? Да, конечно. Или нет, Пусть. Да, давайте. Так, но вы же идете на акцию? Пусть будет парк на месте пустыря. Вот еще надо, задарма работать. А я пойду. Перейдите сюда, пожалуйста. А вот идите дальше. Неприятный человек такой. Плазадки и злые. Ох, не странно. Так, поехали. Всем привет, это Истомин. Я сегодня моим новым другом. Как вас зовут? Сергей. Серега, моим лучшим новым другом. Идем на акцию. Пусть будет парк на месте пустыря. Приходите и вы. Будет весело. Мы организовали эту акцию. Стоп. Камеру сюда поверни. Эй, вы двое. Кучкуйте сюда. Мы вообще-то сюда работать пришли, а не позировать. Да ладно тебе. Пусть пиарится. Все равно акция, по сути, провалилась. Он только и делает, что пиарится. Мы организовали эту акцию. Чтобы улучшить экологию района. Чтобы на месте пустыря был настоящий парк. Ничего себе. Откуда это все? Экологический привет. Экологический привет. В сцене. Ближе, ближе, ближе. Ребята, ближе к сцене. Ближе, ближе, ближе. Что ж, здравствуй, Ромашкин. Любимый город, где живут самые лучшие люди на земле. Давайте скажем спасибо человеку, который все это организовал. Без нее бы сегодня ничего не получилось. Потому что именно из-за ее доброго сердца и красивых, крепких рук здесь, в этом пустыре, появится парк. Именно из-за нее не плачут больше поначалу старушки. Ура! А теперь давайте хорошенько поработали! Андрей, спасибо. Вы меня спасли. Теперь это мероприятие. Да не стоит, честно говоря, это я. Просто от души. Так. А теперь давайте тусоваться! Извините. Держите лопату. А где сейчас вы? Я думал, то пива бесплатно наливать будут! Вы что, пришли-то сюда тусоваться? Вы что, не знали, что это за акция? Здесь работать надо, а не плясать! Я думал, сажать будут специально обученные люди. С кем я разговариваю? Стопить за экологию? Ну да. Надя! Надежда! Часто тебя не устраивает, я не понимаю. Все не устраивает! Все, все эти твои тусовщики! Где ты взял их вообще? Кто эти люди? Это экологическая акция! Она должна быть массовой! Ну, а не полтора идиота с лопатами! Ты что? Старый идиот! А что ж ты в камеру-то так не сказал? Сказал бы! Зачем ты дифирамбу пел? Дурочка, подожди, популяризируй, чтобы мэр обратил внимание, чтобы как эта шумиха поднялась, чтобы тут сейчас были толпы! Саженцы до следующего раза не доживут! Мне сегодня это все посадить надо! Кто этим будет заниматься? Ты что, не понимаешь? Городу нужен парк, а не вот эти дешевые пиар-акции! Ты пойми, популярность это все! Ты понимаешь, я одно слово бросил в сеть, и они пришли! Зачем они пришли? Шашлык с пивом просить? Танцевать? Что ты там кинул в своей сети? Я сказал, что будет весело! Да ну тебя! Весело! Замечательно просто! Пришли люди веселиться, им всучили лопаты в зубы! Давайте, товарищи, веселитесь! Хорошо, я сейчас сам возьму лопату своими руками, а не туит и тоже возьмут лопаты! Хорошо! Только не уезжай! Я не уезжаю! Я не собираюсь! Я пришла за мешками для мусора, чтобы собрать всю эту помойку! С твоей ревущей толпой! Я помогу! Не надо мне помогать! Пожалуйста! Просто не мешай теперь, ладно? Не мешай? А я мешаю! Да? Это и сарая починил! Я дрова колол! Это их старух развлекал! Блядь, ты правда не понимаешь? Я же все это для тебя делал! И ради меня не надо! А я ему говорю, давно закрылся я только, окончательно закрылся! Какой компьютер? Ты еще уроки не сделал! А почему я должен полисосить, а? Посмотрите на этот шевр полинеготической архитектуры! Это защита критеры! Возвращаясь к нашему, я помню! Возвращаясь к нашему, я иду! Я пригоắpider. Возвращаясь к нашему, я думаю, что он говорит мне не останавливал... А теперь... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПЛАВА СИГНАЛ Я не попло, козёл Привет, я ничего вам не беру Бось! Ты его убил!! Алло. Полиция. Тут человека убили. Надь, скажи, Пашка, слепой твой подопечный? Мой. А что с ним случилось? В полицию позвонил. Там в их доме кого-то убили. Подвезёшь? Конечно. Ну, я с вами. Тебя фанаты ждут. И саженцы. Дамы! Ладно, спасибо. Спасибо. Привет. Здоров. Кого убили-то? Что с Пашей? Глюки у него. Надо же было такое придумать. Борщик. Ты его убил. Ну, да. Такой нарочно не придумаешь. О, и этот тут. Опять сейчас советы раздавать будет. Не обращайте вы на него внимания. Так что убийство? Было или не было его? Да. Что там? А? Так быстро всё сделали? Деревья все посадили, да? Я договорился. Всё нормально. Всё. Я весь дом опросил. Никто не слышал ни драки, ни убийств. Может быть, драчуны и всех запугали? Весь дом? Вы сводите парня к психиатру или придумайте ему какое-нибудь занятие, чтобы он не фантазировал? Хорошо. Я разберусь обязательно. Ну, только, пожалуйста, Пашку не штрафуйте, ладно? А то у него и так депрессия. Ладно. Всё. Давай, Борь. Отцу привет. Давай. Не, а что здесь не так? Пойду поднимусь к Паше. Слышишь, а что это за тип, Паша, которым он так печётся? Молодой парень, недавно ослеп. А. Болезнь? Да нет, по дурости. У нас недавно завод закрылся, вот они и решили все провода срезать. Потому что его бесточным должен был? Не полностью. Котельная работала. Паша, значит, с рукой цепанул этот провод, а на голове налобный фонарик. Ну, вот, Пашка, ты знаешь, что рядом с тобой сидит знаменитый артист? Андрей Стомин, звезда сериалов. Обалдеть. Может, это тоже глюки? Нет, я… Я настоящий. Подними ногу. А что ты вдруг, Паш, про глюки заговорил? Я ведь уже слышал этих мужиков. У них постоянно какие-то разборки. Погоди, а ты таблетки свои принимаешь? Те? От депрессии? Да. Конечно. Может, это от них глюки-то? Завтра пойдём к психиатру с тобой и всё выясним. Как ты понял, что это те же самые мужики? Ну, у одного голос такой шикарный, как у артиста. Такой поставленный такой, да? Наверно. У второго высокий, а третий слова растягивает. Угу. А ты помнишь, откуда был звук? Право, слева, сверху, снизу? Из разных мест. Я не прислушивался, у них до убийства никогда дело не доходило. Угу. А где ты стоял в тот момент, помнишь? На кухне. У плиты. Ага. Отдушина. Щас. Щас разберёмся. Просто в одном сериале вот так убийцу нашли. Я видел этот сериал. Смерть не ошиблась этажом, да? Да. Фанат. А ты трюки там сам исполнял? Тот, который на мотоцикле? А, ну, не совсем. Там это каскадёр был. Ну, там, как бы, каскадёр каскадёрова, да? А я больше отвечаю не за трюки, а за эмоции, чувства. Понятно. Не, я мог, я хотел. Я предложил продюсеру, а он включил зануду иначе. Вот, если ты руку сломаешь, или ты ногу сломаешь, остановятся съёмки, а тут же люди, у всех зарплаты. Да к чёрту эти трюки. Я их всё равно больше не увижу. Я вообще больше ничего не увижу. Паша, успокойся. Ты увидишь. Увидишь. Мы придумаем что-нибудь. Добьёмся, чтобы тебя в Москву отправили на операцию. С Нового года там квоты обещали. Если не поможет. Как я буду жить? Раньше хотя бы музыку мог слушать, а теперь один сплошной гул и скрежет. Это… Я понял. Просто проводки перетёрлись. Ну, ушки дешманские. Какие есть. Слушай, давай так. Давай я тебе хорошие уши подгоню. Ну, спрошу у моих звукачей, какие хорошие наушники есть, и тебе их куплю просто. Я знаю, какие хорошие. Но они дорогие. Ну, не дороже денег. Договорились, да? Андрей, нужно тебя на минутку? Да. Сейчас я вернусь. Тихо, тихо. Ну, что? Слушай, ну не обещай ты ему с три короба. Он ведь поверит, ждать будет. Не будет. Я ему и так куплю эти наушники. Ну, ты ж забудешь. Я хорошее мнение о людях. Социальный работник. Я просто не хочу, чтобы он страдал. Гриша. 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 Градусы. Гриша. Отворачивайся, не отворачивайся. И школы другой дороги нет. Да как же вы достали, а? Звонят целый день. У меня грудной ребенок от каждого звука просыпается. Простите, пожалуйста. Вы драку случайно не слышали? Не слышала. Ребенок спал. Отстаньте от меня уже. Так, если бы была драка, она бы ее услышала. Да, конечно. Нужно еще свидетель. Ну, на удачу. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы Андрей Стомин? Да. А вы? Юля Мальцева. Очень приятно. А что вы тут делаете? Произошла драка в подъезде. Вот мы ищем свидетелей. Мальцева. Дядя Витя, внучка? Нет, я здесь проездом вообще. Туризм? Можно и так сказать. Увидела город на карте. Смотрю, название такое доброе. Ромашкино. А вот, думаю, может переехать. Да, город у нас замечательный. Светлый такой. Мы же вроде про драку разговаривали. А, ну… Слышали что-нибудь? Да меня спрашивала полиция. Что случилось? Да нет. Просто ваш сосед Паша услышал драку и вызвал полицию. Парень ослеп недавно. Стресс, одиночество. Может, валюцинация. Да вы не пугайтесь. Он адекватный. Он не буйный. Он прям классный парень. Да я не пугаюсь, правда. У меня мама перед смертью тоже ослепла. Может, какая-то помощь ему нужна? Ну, конечно, нужна. Вообще не ему нужно. Так что, если не в тягость, после смерти мамы. Да нет, конечно. А в какой квартире Паша живет? Ну? Да ладно, ладно. Я привыкла. Все, все, все. Все. Мне не сложно. Спасибо. Открывай. Слушай, а этот психолог, который у Паши, он что сказал? Он еще сказал, что эти таблетки, которые он принимает, не вызывают никаких галлюцинаций. Что с психикой у парня все в порядке. Да, ну не мог же он придумать себе этот? Борщ-то его убил. Нет, но он предположил, что кто-то из соседей смотрел кино, а Паша просто это услышал. Тогда бы еще кто-то это точно слышал. Да вот я тоже так подумала, но врач говорит, что когда человек теряет зрение, у него слух обостряется очень сильно. Это похоже на правду. Кстати, аудиометрия показала, что Паша слышит, даже как цветы растут. Представляешь? Слушай, ну тогда вот это и объясняет, почему у него постоянно шумы, скрипы. Он же все помехи в наушниках слышит. Что, ты наушники не хочешь покупать, да? Наоборот. Как раз для него спасение хорошие наушники. Надо своими звукочам набрать какие хорошие. Слушай, а может быть ты спросишь у них про какой-нибудь фильм, где звучала фамилия Борщов, Борщевой, Борщевиков. Ну киношники-то знают, наверное. Я весь интернет облазила, там ничего не нужно. Есть у меня один человек, который точно знает ответ. Я у него как-то в Твери в сериале снимался. Алло, Анна Викторович, привет. Слушай, ты же режиссер и вообще кинолюбитель. Можешь подсказать? Есть пара вопросов. Погоди, слушай, а ты в курсе, что тебя убили? Что? Ну, в твоем ментовском сериале другой актер снимается. А твой герой застрелен и похоронен с большими почтями. Нет, мне даже ничего не сказали. Ну и на Купряна другого актера утвердили. Тебя что, в черный список занесли? Нет, это слухи. Это неправда. Ну ладно. Ты там какой вопрос хотел задать? Да ладно, неважно. Я потом перезвоню. Что? Что случилось, Андрей? Нет больше такого актера. Ну, ну что ты? Ты не расстраивайся. Еще не все потеряно. Ты замечательный актер. Ты очень талантливый, правда. Знаешь, ты просто не понимаешь, как работает вся эта история. Вообще не важно, какой талантливый там, да, или крутой. Важно, кто за мной стоит. Гони бабло, гозел. А то зароен так, что мама могилки не найдет. Элитный район. Вась! Ты его убил! Эй! Что там у вас происходит? Ну-ка дверь откройте! Есть кто живой? Давай, давай сюда. Сейчас. Подожди. Алло, скорая? Оборщ. Борь! Ну что, нашли какие-нибудь следы? Да куда там? В таких-то зарослях. Вот через эти заросли как раз они и убежали, пока мы ломились дверь. Ну вот, отмучился. И мы отмучились. Что сильно доставал вас? Да всю жизнь. Как выпьет и в драку. Теперь его забили до смерти. У него все лицо расцарапано и сбитые кулаки. Ох! А это он с Васькой синяком сегодня утром подрался. Пузырь не поделили. А Ваську-то вообще в больницу увезли. Кстати, про пузырь. Помнишь там такая бутылка разбитая? Из-под дорогой водки. Такие персонажи такой не пьют. Ну да, но не факт, что он ее купил. Эти ребята иногда и работают за водку. Нет, тот пузырь-то вообще без этикетки был. От Маньки-самогонщицы. Они ее в драке разбили. Я сама видела. Если бы кто-нибудь хотел расплатиться с ним водкой, то на бутылке остались бы другие отпечатки, а там только Кириной. А как вы это поняли вот сейчас, а? Я думала, будет долгая экспертиза, а вы вот так вот. Так чего там расследовать? Бутылка в дребезге, осколки в спирте. Спирт идеально удаляет пот и жировые следы. Зато на горлышке солидные такие отпечатки Кири. А это вы на глаз определили? У нашего специалиста глаз-алмаз. Ну конечно, мы потом повезем в лабораторию и в базы занесем. Угу. Конечно. В базу. А потом традиционно спустите все на тормозах. Да-да. Естественно. Как всегда. Да. Но никто же не будет расследовать убийство бомжа. Я тебя умоляю, это никому не надо. Так ему и надо. Тунеядец. А я-то что? Я стажер. Ладно, ладно. Все. Давайте по порядку начислить. В доме был Киреев и еще какой-то один человек, которого звали, ну, Борщ. Еще кто-то третий. Правильно? Между ними завязалась драка. И Борщ убил Киреева. Судя по звуку, что Борщ, ты его убил. Борь, дело за мало. Тебе надо просто пошерстеть всех алкоголиков в районе. И бандитов всех. И этих решал девяностых. Ну да. И найти, кто такой Борщ. И все, звездочка у тебя в кармане. А я как будто об этом не догадываюсь. Да? Не лезьте. Сам расследую. За ленту. За ленту. Боря. Борь, ну ты идеалист. Ну, полиция же закроет это дело. Мы так не узнаем, откуда Паша все знал заранее. Мистика какая-то. А я вот верю в мистику. Ну, у меня папа, он погиб. Ну, это давно было. Я еще маленькая была. Вот. Так мы теперь с ним разговариваем очень часто. Во снах, правда? И что говорит? Разное. Об опасностях предупреждает. Болезни какие-то. Утешает иногда. Ну и просит. Принести три бутылки пива и сигарет. А почему три? Ну, мы с пацанами в школе изводили одну бабку вреднющую. Мы к ней ночью являлись, как призрак мужа и вещали ей. Нам по малолетству алкоголь и сигареты не продавали, а она все на могилу несла. Во ла фа была. Ну, вот вы, конечно, бедную вдову изводили. Не стыдно вам издеваться над старой бабушкой? Не, если подумать, жалко бабку. Ну да. Нет, ну, конечно, жалко. Хотя она сама виновата, напридумывала себе. Ну, это, наверное, такие защитные свойства психики человека. Придумать себе какую-то иллюзию, поверить в нее, чтобы было проще пережить смерть близкого. Только это не всегда помогает. Ну, это, смотри, какая иллюзия. А у меня вообще никаких иллюзий нет. Хотя я всех родных похоронил. А как же? Боже, ты его убил! Не. Я бы только хотел голос матери услышать. В реанимационной, когда током ударила. Я не сразу понял, что ослеп. А потом как накатила. Паш, ну зачем тебе иллюзии? Рядом вот живые люди. Да, Пашка, мы тебя не бросим. Сто пудов. И этого борща найдем. Слушай, я не понимаю, это же не иллюзия, да? Мы с тобой оба своими ушами слышали. Борщ, ты его убил. Ну и что? Ну что, ну какой-нибудь сволочью, чтобы так разводить одинокого слепого мальчика? Погоди, ну может это наоборот? Типа наоборот. Ну Паша всех разводит. В смысле, как ту бабку вредную? Ну да, он вообще-то не ангел. И друзья у него такие же. Вполне возможно, кто-то из них мог пришить этого Киреева. Подожди, и попросите Пашу пустить следствие по ложному пути? Да-да, придумать эту глупую фразу, горь, что его убил. И прикалываться над полицией, которая будет пытаться все это расследовать. Да. Но зачем убивать несчастного путишегося алкоголика? Ну как это просто? Безопасно. Полиция не будет рыть носом. Соседи спокойно вздохнут. И гопники почувствуют себя крутыми. А давай мы днемся, посмотрим на этих крутых парней. Давай. Ага. Значит, я с ним поговорю по-мужски, как мужчина с мужчиной. Ну, давай. Здорово, пацаны. Алло, куда Игорь Николаевич? А кто ты к нам пришел такой богатый? Надо поговорить. На сцене будешь разговаривать, москвич. Давай, выкладывай бабло. Мы же за твои фильмы платим. Так, мальчики. Эй, эй! Так, что здесь происходит, а? Володя. Мать, знаешь, чем тут занимаешься? Ну-ка, игрушки свои спрятали. Семен, отцу позвонить? Егор, а чего деда не навещаем? Он про тебя спрашивает. Чего, тетя Надь, мы же просто шутим. Шутим? Да шуйтесь вы у меня. Кто больше тут из вас, признавайтесь. Ты, Борщ? Никто. Ладно. Может, знаем, кто Кирю убил? М? Это того алкаша? Да кому он нужен? Это когда-то он крутым был, а теперь? Крутым, значит, был. Ну, поподробней. Не в курсе. Да он, наверное, сам про себя эти слухи распускал. Понятно. Пашку давно видели? Давно. Он как о слепащей на всех бросается. Не надо, мол, меня жалеть. Ну, а вы и отступились, да? Молодцы, и что? Зачем нам слепой друг, правда? Может, и слава богу, что отступились. Нужны ему такие друзья. Ты идешь? Да-да, да. Представьте. А ты всех гопников на районе знаешь, да? Да не гопники они. Они нормальные ребята. Просто так выделываются. Это мы нормальные. Они мне ножом угрожали. Просто разговаривать с ними надо. По-человечески. Слезть уже с этого своего актерского пьедестала. Я давно не общался с такими. С какими такими? Кирю они точно не убивали. Ну да. Но убийство кишка тонко. А чтобы инсценировать все это, мозгов не хватит точно. Скорей бы они уже переросли этот возраст. Друг Паши говорил, что этот Кирю был типа крутой. И недаром его полиция так быстро узнала. А что ты думаешь, он есть у их базы? Ну, хотя его молодость пришлась на девяностые. Вполне возможно, он был братком. Какая дурацкая погоняла. Киря. Киря, да? Типа, ну, ну, кирять? Накиряться? Ну да. Судя по его внешности, может быть, но не с детства же он Кирял. Раз его так прозвали. Или от имени Кирилл, Кирюха, Киря. Нет, слушай, зовут его точно не Кирилл. Кирилл бы я запомнила. Там в толпе звучало Алексей или Сергей, что-то такое. Может, по фамилии, не знаю. Киряев, Кирюшин. Киреев! Да ладно! Этот полубомыш и есть Киреев? Киреев был, ну, таким прямо супер-известным авторитетом в девяностые. Прямо легенды ходили. Да, Киреев! Неужели ему кто-то отомстил за его прошлое? Чего-то как-то поздновато мстить. И попасть бы нам в архивы, полицейские! Да уж, Борща бы там нашли, а то сейчас про него никто не знает. А Боря уже дома. Ха-ха-ха-ха! Поехали! Привет, Борь! Привет! А у нас у тебя дело есть. А я тут от безделья мучаюсь. Держи! Ты не мог бы посмотреть архив? Нужны дела девяностых. Могу, но только завтра. Сегодня уже рабочий день закончился. Кто мне папки выдаст? Хоть по базе посмотри. Конечно. Сейчас телефон возьму и гляну. Это у вас в сериалах все так просто. А мне для этого надо ехать в отдел. Ну, поехали. А смысл? Какой толк? Он почти не оцифрован. Чего тут все у вас в Ромашкине такое вот, ну, не развито? Ну, ну, вот такое вот все. Слушайте, хватит, а архив потерпит до завтра. Все. Так, ну что, тогда поехали. Куда поехали? А ну давай помогай. Отец для тебя старается. В смысле для меня? А для кого, для меня что ли? А вы здесь банкет что ли устраиваете? Этот звездун вообще перестал ездить к родственникам. Вот отец и решил собрать их вот здесь вот всех. А меня припахал по полной. Что ж, родственники это здорово. Родственники это прекрасно. Вот приедут эти люди, которых я не знаю, как дела? Что у нового? Что я отвечу? У меня нормальных ролей-то по факту и не было особо. Как это сериалы такие, отрави и выбрось, да? А что, новой работы вообще может быть не будет? Да ладно тебе. Ну, им плевать на твои роли. Им лишь бы тебя увидеть. Всем плевать на меня. Тут ничего не происходит. А всем хочется к Славе примазаться. То есть, отец, по-твоему, тоже хочет примазаться? Да. А что, нет? Он мною пытается хвастаться направо и налево. А я сам все сделал, понимаешь? Мне никто не помогал. Никто не помогал. А теперь как удобно появиться и присесть на хвост. Ну, спасибо тебе, племяша. Не помогал, значит, да? А кто тебя от армии отмазал? А? Кто тебе жратву присылал, когда твой батька без работы маялся? А когда ты мопед украл в 13 лет, тут дядя Вася вдруг пригодился, да? Чтобы мальчишке не портить характеристику. А когда я тебя попросил об одном устроить меня на актерский, ты вдруг взял и слился. Родственник. Родственник. Обалдеть. Это ж я так смогу натренироваться и сам гулять. А ты не верил. Только ты не отвлекайся, ты правой ногой шагаешь, а… Тростью сразу влево. Я запомню. Я же первый раз гуляю после того, как ослеп. Паша, я тебя еле уговорила. Ну, ты тоже трость не зажимай, ты ее расслабь, хорошо? Так, трость не зажимай. Расслабься. Привет, ребят! Привет, Надь! Как вы в такую даль забрались? Привет, Надь! Меня Юля на прогулку вывела. Да, на пикник. Тут есть место такое хорошее, там еще ручей рядом. А, отличное место, я знаю. Ну, молодцы, что выбрались. Да. Мы уже полчаса гуляем, представляешь, а Пашка вон уже сколько прошел. Самостоятельно. Он вообще нереально крутой. Все на лету схватывает. Да нет, на самом деле еще косяк на косяке. Ну, Паш, это же дело практики. Да нет, Пашка, ты молодец. Ладно, ребят, я поеду, не буду вас отвлекать. Так, Надь, может ты с нами пойдешь? У нас тут еды на целый полк. Слушай, ну, меня люди ждут. Я как в следующий раз, ладно? Жалко. Было бы круто. Паш, я тебе обещаю, в следующий раз обязательно. Ловлю на слове. Пока. Пока. Ёль, как же здорово, что мы тебя нашли. Да. Пока, Надь. Пока. Правый. Ага. Да. Левый проверяем. Привет, Борь. Ну что, закопался? А толку ноль. Втравили вы меня в очередную авантюру. Ладно. Киреев что, братком был? Да, выбивал долги. Но только никаких заявлений, типа убийства, мне никогда не поступало. Интересно. Ну, а какие-нибудь тяжкие телесные повреждения там, чтобы человек на всю жизнь инвалидом остался? Такое бывало. Но ничего толком не удалось доказать. Как, впрочем, и поджег ларька, угон машины и рейдерство. Хорошо. А про Борща там ничего нет? Ни одного упоминания. Черт. Да, тупик, конечно. Но кто-то же должен был убить этого Киреева. Да никакое это не убийство. Это отравление паленкой. Ну, то есть, метанолом. Вот. Экспертиза заключила. Ничего себе. Поворот. Не говори. Ну, то есть, подожди. Киреев же пил один, судя по отпечаткам пальцев на горшке бутылки. Да. И по количеству метанола в желудке и на полу. Ну, хорошо. Кто-то ему подсунул, наверное, этот спирт в дорогой бутылке. Или это такая подделка? Может, не подсовывал. Может, он стащил ее. Стащил? То есть, дома кто-то хранит у себя в бутылочке метанол. Вероятно, для хозяйственных нужд. Борь. Короче, дело закрываем, как несчастный случай. Ты чего, Борь? Ну, как так можно? Мы же не узнали еще самого главного. Откуда были звуки этой драки? И вот это, Борщ, ты его убил. Тебе самому не интересно? Отец говорит, что это все кино. Кино? Отец говорит. Ну, ты же сам видел, что там даже телевизора нет в этой халупе. Он все пропил, этот Гиреев. Ну, да. И телефон кнопочный, старый, на котором толком ролик-то не посмотришь. И потом, это последнее его слово. Борщ. Это, между прочим, последнее слово умирающего. Ну, это что-то значит, наверное. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Лен. Надя, а мальчишки не у тебя? Нет. А что случилось? Домой не пришли. На звонки не отвечают. Я думала, их муж забрал из школы, а он сломался за городом. Там связь плохая. Что делать, я ума не приложу. Погоди. Погоди ты. Только не переживай. Давай я сейчас посмотрю в школе, а ты там в центре их где-нибудь поищешь. Может быть, заигрались там на площадке. Я не знаю. Да они бы позвонили. Позвонили? Лен, ну ты себя помнишь в их возрасте? Помню. Все. Давай. Не переживай. Встретимся на полпути. Простите, пожалуйста. Вы мальчиков не встречали? Нет. Нет. Извините. Простите, Паша. Здравствуйте. Вы мальчиков не видели? Нет, не видела. Извините. Вот так. Круто получается. А где ты вообще? Я когда вырасту, тоже мастером стану. Я тебя научу. И тебя тоже. И будет у нас в своем династия. Отлично. Прям семейная идиллия, а? Ты что, позвонить не мог? Ты с ума сошел, а? Я же весь город подняла на уши. Лен, я… Дед, я не написал. Спасибо. Мама, вы запретил отучились. А тут круто. Ну, ладно, он не написал. Ну, ты же взрослый человек. Кто мог проконтролировать, а? Ну, мам, ну не ругайся. Ну, смотри, какая у меня татуировка. И у меня. Ты совсем с ума сошел? Ты что наделал так? Они ж дети еще! Мам, татуи не настоящие. Лена, это наклейка. Ты думаешь, я совсем идиот? И почему это я поверила, что дед наколки может с внуком набить? Ты совсем не изменился. Каким был безответственно, таким и остался. Да что с тобой говорить. Так, собирайтесь. Пошли. Степ, давай быстрее, а? Гриша. Давай, 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 давай. Давай. Ну, прости. Еще раз вас с дедом увижу, ох вы меня попляшете. Лен, они же многое потеряют. Пусть общаются. Папа интереснейший человек. Он много где был, путешествовал, сколько всего видел, сколько пережил. Лен. Да, он даже на дебете был. Варш-а-шраме. У нас дед святой. Слышала? Святой. Да, да, именно. А вы там не отвлекайтесь. Вам еще тату смывать перед сном. Ну, мам, я рукава закатывать не буду. Ты сам-то в это веришь? Я расписных детей в школу не пущу. Лен, а что ты в самом деле, а? Как бабка, правда? Пусть с татухами идут. Они мальчишки, Лен. Тем более до каникул осталось считанные дни. Им надо же как авторитет в классе завоевывать. Накулками? Или дедом бродягой? Ну, он их любит. Он хотел как лучше. Пусть общаются, Лен. Пожалуйста. Ты вот своих родишь, а потом будешь решать, с кем он там общаться. Ладно, все. Кстати, как у тебя там с Андреем? Да никак. Эгоист приехал тоже мне. Весь мир должен вокруг него крутиться. Пуп земли. Все должны за ним бегать сразу. Он реально, Лена, думал, что я за ним в ЗАГС побегу. Надь, ты что, влюбилась в него? Я влюбилась? Еще чего? Я просто не понимаю, как так можно. Да это, это же вообще, что он о себе возомнил? Звезда, артист. Он думает, что он рыцарь? Дракона ради меня укоротил? Сарай отремонтировал всего лишь. Ну, что это? С бабульками с моими пообщался. Он лучше бы своей родней не хамил. Он никого не любит. Никого. И добра не помнит. Ты ж его любишь. Ну, я ж вижу. Да с чего ты взяла? Да за того, что ты тоже полчаса на него орешь. Ну, ору. Гад. Ну, в самом деле, что это я? Так. Слушай, вот выпуск от офтальмолога. Давай. Хорошо. А это результаты обследования. Тоже сфотографируешь. Так. Я где-то анализы еще видела. Держи. Вообще крутые. Просто космос. Андрюх, спасибище тебе. Да ладно. Все это ерунда. Вот если тебе операцию получится пробить, вот это будет круто. Не то слово. Слушай, есть возможность, что зрение восстановит? Слушай, ну, не знаю. Нам анализы отослали. Если все не безнадежно, то ему перезвонят. Прямо с клиники? Прямо с клиники. У меня друг в Международном благотворительном фонде, поэтому можно будет даже не дожидаться квоты. Да. Моей маме бы такого друга год назад. Андрюха, ты... ты просто бог. Слушай, ну, хватит. Ну, серьезно. Я просто фотографирую бумажки отсылаю. Вот и все. Паша, потом все вместе будем за тебя кулачки держать. Я... Я думал, что я никому не нужен. А сейчас столько всего. Так, ладно, парень. Все. Я побежала менять дела. А ты ради своих дел так нарядилась? Как? Я ж не вижу. А тут не на что смотреть, Паша. Я просто новый образ примеряю. Дерзкий и смелый. Тебе очень идет. Все. Пока, парни. Так, хватит уже теребить эти наушники в руках. Ну, уже послушай наконец. Мари, я-то сюда записал тебе аудиокниги, там, на все случаи жизни. И, может, классической музыки. Все, давай, надевай. О. Алло. Здравствуй, дон Жуан. Это Сергеев. А ты вообще в курсе, что к тебе в Ромашкин Лида едет? Что? Ну, типа, сбежал от отца тирана. Декабристка чертова. Уже все равно. Ну, абсолютно терять нечего. Пожалуйста, пусть едет. Ну, так уж и нечего. Абсолютно. Ну, ты, ты помни, если пойдешь у нее на поводу и начнешь с ней любовь крутить, сгниешь в этом Ромашке. Знаете что, мне вот тут уже даже нравится. Думаю, себе здесь квартиру купить. Да? Что, уже Надю в ЗАГС водила? А мне не доложили. Так, это не ваше дело. Я ее люблю. Ну, я же говорил, что ты Лидку не любишь. А? Ей голову морочил гад, а сам… Давайте так, ваша Лида, ваши проблемы, вы с ними и разбираетесь. Ладно? Все, до свидания. Ты погоди, 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 погоди. А ты чего вообще не понял, что мы с тобой влипли? Опа. Если моя Лидочка узнает, что я тебя заставил в команде ехать, то… Это что? Что вы мне сделаете-то еще? Ну? Ролета у меня уже не осталась, ну? А мои знакомые продюсеры тут исторический фильм запускают. По Лермонтову. Герой нашего времени. Хочешь сыграть этого? Печорина. Ну, допустим. Да-да, сделай так, чтобы моя Лидочка тебя возненавидела. Пап, что ты как маленький? Куда ты собираешься? Не знаю. Не волнуйся. Я нигде не пропаду. А мы без тебя пропадем. Кому ты салон свой оставишь? Меня вот кому оставишь? Внуков своих? Нет, мне Лена, конечно, сразу сказала, что ты сбежишь, но я ей как-то не поверила. Я не сбегаю. А что ты делаешь? Не знаю. Я никогда не знаю. Но я знаю, что если я уеду, то Лене будет только лучше. Да не будет ей лучше. Ну, злится она на тебя. Ну, ничего страшного. Позлится, покричит, злость из себя выпустит и простит тебя. Да. Ты знаешь, это даже опасно, такую злость себе оставлять. Короче, хочешь ей помочь, оставайся и терпи. Значит, не узнаешь, кто такой борщ. Так. И кто же у нас такой борщ? Человек какой-то из девяностых. Не знаю. Бандит, наверное. По крайней мере, одна жертва у него есть. Куда ты опять влепался? Я вот думала, ты останешься, защитишь меня, если что, а ты он опять за свое. Ну, ладно. Вот в кого ты такая упертая, а? Есть в кого. В общем, пап, если остаешься, давай подумаем, где найти этого борща. Хорошо. Давай подумаем. Кто может знать о бандитах девяностых? Милиция, которая их ловила и которых они и прикрывали. Не, не знает. Спрашивали. Журналюги, которые на них карьеру делали. Врачи, которые их штопали. Да? Колесников. Колесников в девяностые подрабатывал на скорой помощи. Он мне такие истории рассказывал. Папа, ты гений. Ирина, ты ж нормальная баба. Умная, симпатичная. Ну, зачем тебе надо себя продавать, ну? У тебя хоть какое-то самоуважение есть? Ага. Так когда свадьба-то? Никогда. Этот фиктивный брак не нужен ни тебе, ни мне. Надо по любви замуж выходить. Андрюша, не отвертишься. А это что еще за фифа? Каким ветром занесло в такую глушту? Это моя невеста. Еще одна? Где здесь служебный выход? Добро пожаловать в отель «Поля ромашек». Чем могу вам помочь? Андрей Стомин. Где остановился? А я вам не обязана такую информацию давать. Тогда просто сдайте номер. Значит, про борща вы никогда не слышали? Нет. Если была такая личность в 90-е, в ромашкине уж совсем неприметная. Не то что Киря? О, да. Это лихая парочка. Тупой амбал и худой садист по кличке Гвоздь. Они тут полугордо крышевали. Здравствуйте, Владимир Петрович. Добрый. Значит, если кто-то убил Кирю, то Гвоздьеву светит то же самое, правильно? Нет, если не хуже. Он же у них головой был. А Кири так, кулаками. Он до сих пор голова хорошо варит. Он свой бизнес забабахал. Ты немножко ржавый гость его? И кое-что еще полулегальное. Он же до сих пор в законе. Просто так не отсвечивает. Тогда тот, кто ему мстит, должен быть настоящим профессионалом. Или конченным идиотом. Я надеюсь, Гвоздя ты спасать не будешь? Папа, конечно, нет. Надь, ты меня убьешь. Лида в городе. А кто такая Лида? Какая Лида? Это моя бывшая невеста. Ну, сочувствую. Ее батя предложил мне роли. Шикарную. Нет слов. Совсем нет. Ну, там есть слова. Дай мне договорить. Просто нужно жениться срочно. Да? Да. Ну, а что, батя крышей едет? Он тебе то предлагает роли, то отбирает, да? Ну, не без этого. Короче, Надь, выручай. Выручай? Ты же на Ире собирался жениться? Я ей сказал нет. Все. А что изменилось? Я не люблю ее. Совсем? Понимаю. Надь, это мой последний шанс. И в кино остаться, и вообще. Ну, хорошо. Давай поженимся тогда. В смысле, ты пойдешь на это? Да, конечно. Серьезно? Да. Серьезно, да. Нет, фиктивно, фиктивно. Да, да, да. Да? Фиктивно, да. Ладно. Да, ладно. Ну, давай до завтра тогда. До завтра. Че стоишь? А? С родственниками не помирился? Ну, нет. Да и в гостинице тогда. Там Лида. Лида! Ладно, хорошо. Пойдем, у меня переносуешь. Нет, конечно. Не помнит он. А кто мне муж в портфель подкладывал? Нет, одну секундочку. А ты вообще никак не отреагировала на то, что я только для тебя пошел в этот клуб кройки житье. Да ты через два дня оттуда уже сбежал. А я, знаете, все понял. Там не сложно. А я одаренный. Слушай, ты помнишь, я же тебе сжил такую игольницу, в котором мне сердечко. Помнишь? Такое забудешь. А помнишь, чем ты ее набил? Чтоб было, по-другой темы набил. Стекловатый, да? И потом три дня чесался. И мне мать к кошнику отбила. Думала, что это сын. Погоди, а ты ж по-моему не чесалась, да? Я не чесалась, нет. Потому что у меня это сердечко Ирка выменяла на две заколки. Сразу. Ах, ты дрянь. Ты мое сердце на какие-то две заколки поменяла. Надо тут притутриться. Ирка, кстати, тоже чесалась. Ее тоже к кошнику водили. А я знаю, у нас там было офигенное свидание между стоматологией и Коньевенечественным. Руки чесались, дай Иришку обнять, а? Ирка чесает. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Скажите, где Андрей? Мы сведения о постояльцах не даем. Значит, он живет тут, да? Жил, пока ты сюда не заявилась. Мы уже перешли на ты? Ну, тогда ты врешь! Скажешь, в каком он номере или мне в каждую дверь стучать? Послушай, чего ты до мужика докопалась? Андрею вот совсем не до тебя, он женится. Чушь. Правда. Доказательство. А то, что он от тебя, невеста, прячется везде тебе, это ни о чем не говорит? Ну, это еще не значит, что он на ком-то женится. Но он на мне женится, так что гуляй, родная. Он на всех женится, но только почему-то до сих пор еще не женат. А ты его очередная, да? Это просто смешно. А ты? А я его невеста. Уже нет. Ну, пусть он мне лично это скажет, тогда поверю. Адрес? Алло. Алло, дядя Вась, поздравь меня, я женюсь. Вот этот номер. И на ком же? В смысле на ком? Ну, на Наде, конечно. А Наденька об этом знает? Да я рядом, дядя Вась. Совет вам до любовь, ребята. Спасибо. Спасибо. Так, знаете что, ресторан я вам закажу, мужскую организую. Дядя Вась, вообще не надо никакого ресторана, все, отбой. Будем праздновать у вас, мы же не зря все эти табуретки били. Поэтому собирай всю родственную компанию. Если вы не против, конечно. Да я не против, да я только рад. Так, ребята, вы куда сейчас двигаете? Ко мне? Дядя Вась, успокойся, мы сейчас в ЗАГС едем. Эх, торопыги. Так, разворачивай машину, Надя. Валентина Петровна в отпуске. Да черт, опять. Да что ж такое-то, ну? Да не дергайся ты, она через два дня выйдет. Здрасте. Здравствуйте. А вы кто? А я к Андрею, я его невеста. Слушай, ну, если ЗАГС накрылся, давай, может быть, Гвоздеву съездим? Заодно знаешь, что за борщ такой. Ну да. А знаешь куда ехать? Знаю, конечно, на окраине есть бар «Ржавый гвоздь». У него там штаб-квартира. Поехали. А вот здесь у нас будет сидеть жених. А вот здесь Надюша. Да. А вот здесь я с Баяном. А вот сюда посадим мы Петровича с сыновьями. Вот. А вот здесь у нас будет сидеть дед Семен. Подскажите, пожалуйста, а Андрей с Надей часто виделись? Часто. Как только перерыв съемку, он сразу к ней. В Ромашкин. Вы лжете. Он из Москвы практически не уезжал. И ни про вас с Баяном, ни про Надю я ничего не слышала. Так, значит, у вас и близких отношений-то не было. Коли он про родню-то не рассказывал. А вам, родне? Он много про своих невест рассказывал? Ну, было. И даже про Иру. Ну, всех-то не запомнишь? О, такую Иру вы бы не забыли. Ой, да было бы кого помнить. Вот вы сейчас сядете в машину, я и про вас забуду. А Наденьку вовек не забудешь. Наденька-то душа человека. Потомственный соцработник. А нам у нас… Хватит. Я все узнала. Всего доброго. Не, догоняйся, догоняйся, догоняйся. Ты дурак космаха прибьет. Да не ной ты. Я знаю, что нам делать. Я, как только тебя увидела, сразу подумала. Этот мужчина будет мой. Гоша, а сделай девушке еще коктейли. И чем же я тебя так зацепил? Ну, как это? Сильный. Пластный. Харизматичный. Шеф, там этот актер приперся, который постоянно ментов играет. Ну, и что ему здесь надо? Да понятия не имею. Я отлучись на минуточку? Ты только не скучай. Слушай, это Юля Пашина соседка, да? Где? Да нет, я, наверное, опозналась. Что я тут делать? Здрасте. Здрасте. А вы Гвоздев? Ну? Ну, все время это кличка. Борщ. Борщ это... Все говорят. Даша Киреев сказал при смерти борщ. Не знаю, ничего не слышал. А что вы так в лице переменились? Борщ это для вас не пустой звук? Поссорились мы с Кирей, как-то с хозяином кафешки крутой борщ. А хозяин этот сейчас жив? А что ему сделается? Только кафешку он больше не держит. Надоело. Антикваром стал. Сысоев? Я его знаю. Только вот борщом его никто не называл. Так что на ваше расследование сято под хвост. Он же мерзкий тип. Согласна. И про кафе он точно врет. Знаешь что? Так съездим. К этому. Антиквару? Антиквару. Поехали. Ну, что? Антиквара. Продолжим без того. Настроение пропало. Антиквар, ну ты чего такой скучный? Пошла вон. Не до тебя сейчас. Поверьте мне, борщ Киреева не убивал. Вы откуда знаете? Ну, потому что он давно мертв. Кто вообще он такой был? Так, секундочку. Вот ваш борщ. Что это? Где борщ-то? Я не понимаю. Это что? Вы что, читать не умеете? Студия – борец. Best of the best. А Кире и Гвоздь прочитали борщ. Ну, и дали ему такую погонялого. Прессовали они его. Серьезно. Борцов хозяин студии, что ли? Ну, да. С гонором был мужик. Не хотел за крышу платить. Мол, меня московские крышуют, им я деньги и плачу. То есть, он им вот эти кассеты избывал, а москвичи даже не заступились, да? Приехали. Только поздно. Борцов пропал, а с ними жена и дочка. В студии разгром. Пол весь в крови. Вот такая вот история. Мне сторож рассказал. А, и перед самой смертью только признался? Ну, конечно, боялся. Сторож же видел, как они трупак из студии звукозаписи вытащили и в машину поехали. Дай смотришь. Вот так? Вот и увезли куда-то. Только он не понял куда. А что ж он столько лет молчал? Лол. А что, полиция стала бы его защищать? Ну, а вдруг? Потому что сейчас не осталось ни трупов, ни улик, ни свидетелей. Да. Вот и бы и не было убийства в звукозаписи. А ведь оно было. И мы его с вами слышали. Борщ, ты его убил? Да. Но мы понимали весь смысл абсолютно неверно. Ну, а как это можно понимать по-другому? Смотри. Мы это рассматривали как прямая речь. То есть, Борщ, ты его убил? Ну, да. Получается, Борцов кого-то там убил. Да, да, да. Но пленка старая, там человек кричит, и его интонация до конца непонятна. Поэтому, я думаю, все было так. Значит, ты будешь, давай, Борцовым, так? Я буду гвоздем, ты будешь… Я, получается, Киря. Да, так вот. И так пришли они, бандиты, на студию убивать бабки. Так? И начали громить студию. Борцов возмутился и кинулся на них. Так, ну, на Кирю, наверное, кинулся, потому что тот был основной кулак. А тот торпеда, правильно. Но здесь гвоздь кричит своему коллеге. Борщ, он предупреждает. Так, Киря это все слышит, реагирует тут же и бьет Борцова. Правильно. Не рассчитал свои силы и убил его. Значит, у нас Борцов падает… Падай, Борь. Да не буду я падать, у меня шмотки чистые. Ну, ладно. Как будто упал. Как будто упал. И так, тот падает, и здесь уже гвоздь кричит со мной коллеге опять, но уже со смыслом «ты его убил». Получается, Борщ, ты его убил. Ну, логично. То есть они, получается, пришли выбивать бабки из него, и тут раз тебе и трупа. Ну да. И хотя бы со жмуром они что-то сделали, но проверить аппаратуру записывающую они точно не стали. Конечно. Они просто не догадались. А кто-то ее извлек и сохранил. Да. Только кто, непонятно. Полиция. Полиция. Ну, к делу не подшили. А потом запись всплыла. Ну, полицейские не стали бы мстить. Может, какие-нибудь друзья Борцова? Да нет. Друзья бы сразу отомстили. Я вот думаю, может, жена приехала искать его на студию, а там такое. Ну, кстати, я бы стоял на жену. Да. Она сбежала с дочкой и на ее месте я так же бы поступил. Да. Борь, ну что, найдешь жену Борцову с дочкой? Постараюсь. Придется действовать неофициально. Спасибо, брат. Ну, а вот чего? В самом деле женитесь? Конечно. А ты как ей предложение сделал? По-актерски как-то? С выпендрежем? Я тебе умоляю. Конечно же, нет. Она вообще ничего не делала. Она сама обо все попросила. Да, я еще неделю за ним бегала, умоляла, в ногах валялась. Поднимись, хватит бегать уже. Ну, уже… Вот это все. Ладно. Надо еще до соседей дойти, еще пару столов взять и сколотить еще несколько лавок, чтобы все уместились. Брат, сколько у нас родственников? Ты даже не представляешь, сколько. О, сейчас ее приладим, будет крепче, чем новая. А можно я молотком прибью? Мама услышит. Вы давайте здесь быстро все собирайте, я пойду, пока нас не застукали. Так быстро. Оставайся. Я не могу. Лен, я уже ухожу. Ты погоди. А вы сходите погуляйте пока. Давайте, давайте. Ты на мальчишек только не сердись. Да я не сержусь. Завидую скорее. Как будто мальчишки у меня папу отобрали. Так это… Может, это хорошо? Я папаша-то еще тот придурок был. Ну, дед, ты неплохой. Общайся с мальчишками. Они тебя любят. Я вас тоже очень люблю. Ура! Мы затосим к дату за море! Ура! Так вот ты какая! Наденька, разлучница. Вы Лида. Я думала, ты звезда. А ты старуха обычная. Ну, почему же? По паспорту мы с Андреем ровесники. И что с того? Без маникюра? На голове черте что? Что он вообще в тебе нашел? Не знают. Надо его спросить. Я спрошу. Что ты можешь дать ему? Деньги, связи? А любовь в вашем списке присутствует? Присутствует. И я его люблю. И все для него сделаю. Я никого не держу. Врешь. Ты его по бабкам водишь, да? Приворожила? Ну, так я отворожу. Да ему в кайф помогать этим бабушкам. Рубить им дрова. Сарай ремонтировать. Ему все это нравится. Он врет? Нет. Может, первый раз себя мужчиной почувствовал. Человеком. Он гений. А ты его талант на этих огородах закапываешь. Ты это понимаешь? Талант не закопаешь. Надь, отпусти его. Ради него самого же, пожалуйста. Паша, ты петрушку любишь? Паша! Паша, петрушку ешь? Я все ем. Юль, зацени звук. Не-не-не. Просто бомба. С наушниками не сложилось. Ну, у них же звук чище. Ну, у меня отит был в детстве. Там какая-то острая фаза. Я поэтому наушники больше не слушаю. А я колонки теперь не выношу. Они звук искажают. О, привет, Надь. Привет, Юль. Пашка, привет! Слушай, я тут Паше лекарства принесла, рецептурные. Держи. Это не ему. Сейчас. На. А ты чего так смотришь? Да нет. Я просто подумала, на тебя ли я вчера видела в баре у Гвоздева. А кто такой Гвоздев? Паш! Паша! Паша, Паша. Паша, привет. Привет. О, привет, Надь. Привет. Смотри, какие. Зацени звук. Ничего себе, какие! Красивые. Шикарные. Да. Ты даже не представляешь, сколько они стоят. Мне Андрей привез. Да. Мы еще звонок из клиники ждем. Он договорился, чтоб Пашку в Москве проконсультировали. Все анализы уже отправили. Ты попробуй. Хочешь, я тебе твой любимый трек включу? Нет, Пашенька, я в следующий раз попробую. Хорошо? Мне сейчас просто еще лекарства разносить. Пусть он Юля послушает. А она не послушает. Ей не нравится. У нее этот… Атид. Атид. Жаль. Ну да. Семью Борцова я ношу. Жена гражданская, фамилия другая. Пришлось изрядно попотеть. Ничего себе, Боря, ты молодец. Ну и где они? А где они только не бывали. А год назад осели. Где? В Сибири, в райцентре. По болезни женщина. А что, серьезная болезнь? Ну, она сначала ослепла, а вот недавно умерла. А. Ослепла, умерла. Мальцева умерла, а год назад ее дочь уехала из дома в неизвестном направлении. Подожди, ты сказал Мальцева? А дочь у нее Юля? Да. Так это ж соседка Паша, все сходится. Ты должен ее допросить по поводу убийства Кири. Не могу. Меня отец убьет, но дело закрыто давно. Значит, будет и второе дело. Ее отца убили двое, помнишь? Двое, Боря. В это время Юля уже ошивалась в баре у гвоздя. Подожди, это точно была она? Ты же сомневалась. Ну да, я к ней как-то сегодня пригляделась. Потом развела ее на разговор и поняла, что она занервничала. Ну, какие тебе еще нужны доказательства? Мы не должны допустить второго трупа. Так вот сам о себе позаботиться. У него там куча охранников. Слушай, а если нет? Если нет, значит он получит по заслугам. Слушайте, не лезьте вы в это дело. Лучше вот занимайтесь свадьбой. Я так не могу. Да, гвоздь может быть и гад, но он человек. Так. Пока, Боря. Дальнейшее расследование мы проведем сами. Пошли. Стой, опять я за тебя должен все готовить. Ну, если ты со своей работой полицейской не справляешься, ну, видимо да. Да пошел ты! Уже иду. Так, если Юли дома нет, вашей тоже нет. Едем в ржавый гвоздь? Да. Юля. Идет. Посадим за ней или поговорим просто? Давай посмотрим, куда она пойдет. Я его знаю. Это охранники Гвоздева. Я его знаю. Тихо, тихо, тихо. Да не дергайся. Что делать-то, а? Так, так, подожди. Мы знаем, куда они ее повезут. Садись. Слушай, они нас не заметили. Подождем. Все, гони! Что? Блин! Да застряли, что ли! Надя! На три! Раз, два! Раз, два, три! Еще раз! Раз, два! А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Ну, давай скорее. Гони, гони. Блин, сейчас бы опять-то застрять. Боре, звони. Чего ты сидишь-то, давай. Скажи, чтобы ОМОН вызвал. Алло, Боря! Нужна твоя помощь. Мы их потеряли или что? Где они? Найдем. Да, сынок. Да вы что там придумали? Да где я тебя в Рабачкино ОМОН возьму? Да я это, имею ввиду дежурное подкрепление. Что тебе там подкреплять? Пап, Гвоздев взял в заложники убийцу. Убийцу Кири похитил. Вот. На записи есть убийство в 90-е. Андрея осенило, что Киреева убили за Борцова. Да Киреева убила водка. Вы что там с Андрюхой, напились что ли? Да ну тебя, сам справлюсь. Да. Попустили. Куда дальше-то? Нет, погоди. Ну, они точно в поселке. Не могут они никуда деться. Там поле, там лес. Другой дороги нету. Осталось просто угадать в каком дворе. А на строй из заборов. Погоди. Я же здесь Юлю с Пашей видела. Там охранник. Там охранник. Тише. Давай сейчас здесь. Подожди. Куда ты пойдешь, чтобы тебя увидел? Мужчина должен делать то, что мужчина должен делать. А? Ну, ты что? Ну, ты что? Ух ты! Шкаф собрали! Сработало! Ты его только что… Ага, сам охренел. Опять что-нибудь типа веревки связать. Откуда я тебя возьму? Я что, все нужно делать сам? Ребят, да я ведь приезжая. Случайно в этот бар зашла. Да вы права не имеете. Не имеем. Да я эту пилюлю собиралась мне в баре подложить. Знакомый я сам пользовался, чтобы инфаркт устроить. Разным, неприятным личности. Ну, чего молчишь-то? А? Я, когда про Борща услышал, сразу понял, откуда ветер дует. Только он забыл, что дочка у Борцова была. А я, думал, сын. Подводит память. А так бы тебя еще в баре заколбасили. Вы меня путаете с кем-то. Это мы сейчас проверим. Папа. Юрак твой папа был. Не стал бы кабениться, был бы жив. А в нашем с Кирей бизнесе по-другому никак. Одного не сломаешь, все бы ковать начнут. А вот и третья сказочка для Юлечки. Жила-была принцесса, и она очень любила папу. А ну, дальше мы заходим, срываем с него наушники, хватаем за шкерняк. Гони бабло! Гони бабло, козел! А то зароем так, что мама могилки не найдет! А это Киря. Молодой был. Рьяный. Ребят, я ничего вам не должен. Есть москвичи, с ними разбирайтесь. Я им плачу. Э-э, вы че творите-то? Э-э, цык, ай! Ну, тут он взбеленился, схватил какую-то бандуру, на Кирю кинулся. Я, конечно, среагировал, и Кирю тоже. Горь! Ты его убил! Дальше ничего интересного. Почему полиция не едет? Ну, убил ты Кирю. Тебе полегчало? Наполовину. Ты ведь жив еще? Не дождешься. Нет, я понимаю, у тебя есть полное право меня ненавидеть. Не понимаешь. Ты ведь нам всю жизнь испортил. Мать пряталась. Работы нормальную не могла найти. Даже, когда умирала, боялась… за меня. Ой, да ладно! Кому вы нужны? Вас никто не преследовал. А вас давным-давно забыли. И мать твоя сумасшедшая. Нет. А если и так, то это ты ее до этого довел. И я тебе этого никогда не прощу. Ну, придется тебя убить. Черт! Поехали! Помогай, машина сдохла. У коттеджного поселка. Там ребят, наверное, бандиты на куски кромсают. Боря, а ты правду говорил про Гвоздьева? Нет, блин, мы сериал тут с ним снимаем. Конечно, правду. Приезжай. Я выезжаю. У тебя это полиция. Боря, что не поверил? Я с вами 112. Ну-ка, руки в гору. Быстро в дом. Пикните или дернитесь, обоих завалю. Вот. А теперь все в сборе и киллерша, и сыщики-любители. Сейчас на природу поедем. Нас не убьете? Нет. Это будет несчастный случай. Авария с твоей машиной. Давай, грузи. othersначь. Играет антиктуриная. Ну, ничего. Реакция отличная. Не застрелил. Андрюха, где? Не знаю. Гвоздев увез их на найденной машине. Так. Вопрос куда? Я так думаю, за город. К обрыву. К какому? Ну, к этому. Там был обрыв, в который гвоздь скидывал машину неугодных ему бизнесменов. Вот. Ну, типа аварии, а сам он не при делах. Я знаю, где это. Поехали. А, да, да. Сейчас. Так. Ну, вот зачем ты водилу отпустил? Вдвоем быстрее было бы. Так я его не отпускал. Ну, тогда куда он делся? Бог его знает. Свалил, наверное, туз дырялый. Ладно. Это за руль. А этих по башке и на заднее сиденье. Все равно в овраге все в кучу будет. Это же не девяностые. Судмедэксперты сразу все поймут. Да на вас полиция за пять минут выйдет. Не выйдет наша. Андрей, звезда. Сейчас сюда криминалисты со всей Москвы съедутся. Кончай их уже. belongs вäch. Господи! Вот, неều. Сейчас. Господи! Господи, привет. Господи. Господи! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...